ребята все пламенный привет напишите мне сразу как видно как слышно с праздником пишет мне так ребята привет привет пожалуйста обраточку по звуку и по картинке и будем начинать на груди галкина креста значит он не еврей пишет ни на агишна ни на ничего это не значит это знаешь если так рассуждать можно сказать что галкин у нас женат поэтому он не гей это все вот из той же серии вот наконец-то мне написали что видно и слышно сталкеров привет я уже отвечал про знакомство с западными звездами я общался с патриси к 100 так у нее вот их я вспомнил пересмотри один из предыдущих стримов знаете я хотел еще вам предложить такую традицию ввести чтобы я читал лучшие комментарии из предыдущего стрима непосредственно уже после завершения трансляции то есть проходит заканчивается трансляция и вы пишите комментарии по теме а потом я зачитываю самое прикольное мне кажется такой интерактивчик будет тоже не интересно вот всем не пишет привет 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 из риги с праздником добрый вечер хорошо слышно и видно пишет елизавета агета пишет алекс если два парня выходят друг за друга замуж что чья у них фамилия серьезно интересно ну это как договоритесь каждый может оставить свою фамилию либо чью-то вообще фамилия такое дело и да можно поменять на любую да значит прежде чем мы приступим обсуждать все наши увлекательные темы сегодняшнего эфира давайте я сразу скажу какие у нас темки мы обсудим сегодня что происходит с алой пугачевой в израиле а также израильские похождения максимке галкина к другому дяденьке разборки галкина с тиграном киасая нам новое интервью маргаритки симоньян на канале манучарова эмпатия манучи и конечно же послание путина два часа нашла это послание ну практически ничего нового там не было поэтому ребят не тратить свое время я за вас уже потратил и вот самое важное я вам коротко расскажу вообще ничего не потеряете если не посмотрите как зараза там начала сигналить под окном так обсудим сегодня кого еще затронем лолиту орлову кудрявцеву чехову вот эти все таинственные преображения которые с ними начали происходить все это обсудим поговорим о том что произошло с губами полины гагариной и с волосами вот этого бывшего хахаля ольги бузовой футболиста тарасова почему шепелев начал подшипетывать ну и конечно вот эта тема которая меня прямо скажем удивила муж лена катиной из групп тату назвал ее зажравшийся овцой и вообще общается с ней прямо скажем очень странным образом сегодня мы тоже все это обсудим пропаганду от олега газманова как говорится где не ждали да там появилась пропаганда лгбт от олега газманова и пьянки долины и распутиной на днюхе у купника буду я также отвечать на ваши вопросы но прежде чем мы перейдем к обсуждению вот этих вот тем я хочу прокомментировать три темки которые особенно взбудоражили вас после предыдущего стрима мне кстати написали в комментариях что а так алекс работает на собчак то есть ребят я уже работал получается на кремль уже работал на запад работал на украину вот теперь мне написали что я работаю на собчак если у кого-то будут какие-то еще предположения на кого я работаю пожалуйста пишите в чате и кстати еще попрошу вас сегодня в процессе нашего эфира высказываться по обсуждаемым темам я постараюсь все время обращать внимание на чат и по темам эфира буду зачитывать вас значит так всех взволновала очень мелиса волынкина я так и знал что будет 2 серия краткое на содержание предыдущий не буду уже все там описать значит некой мелиса волынкина стриптизерша не угодила наташке королевы и тарзану не понравилось им что их тарзаненок этот сыночек клюнул на нее в общем и они отправили его в японию спрятали практически перед вот она покушается на наше благосостояние королиха и запереживал ну вот можете посмотреть предыдущем стриме мы обсудили и тут значит ребят всплыла девочка из фан-клуба мелиса волынкина то есть у нее еще и фан-клуб оказывается есть и попросила не очернять светлое имя мелиса волынкина ребят вот она написала что мелиса светлый добрый человек и всегда отдается на сто процентов до своей профессии никогда говорит она не претендовала на деньги семи королевой расстались они на время учебной учебной стажировки вот ну в общем короче просит не очернять ну откровенно говоря у меня подозрение что это единственный человек из фан-клуба мелиса волынкина и возможно это даже сама мелиса волынкина под псевдонимом нам написала ребят мы посмеялись в раз над именем мелиса волынкина на самом деле мелиса красивое имя ну согласитесь красивый мелиса да и фамилия волынкина что нормальная российская фамилия думаю не только в россии она встречается но вот это вот сочетание мелиса и волынкина вместе это знаете как как смешали как будто синее с кислым и громким и вот получилось мелиса волынкина вот это конечно да прикольное сочетание взволновала тема гузеева и в прошлый раз ее пельмени мы обсуждали 1700 рублей за килограмм вот многие стали писать именно об этом так а что у меня опять происходят какие-то мелькания какие-то мелькания но у меня камера чудит периодически вот ну в основном вы все написали что пусть гузеева сама жрет эти пельмени людмила иванова предположила что возможно пельмени не из курицы индейки а из жар птицы от того и такая ценушка вот и елена морданова тоже написала прикольный комментарий что возможно пельмени тоже да вот это говорит не из курицы из индейки а из самой гузеевой вот эти комментарии мне показались прикольными ну и в основном вы все советуете гузеевой кормить пельмешками за 1700 рублей килограмм сибитовую которая у нас любит пожратушки да гузееву задвинули из шоу давай поженимся первый канал не планирует ее возвращать в ближайшее время в эфир вот я вижу что-то я мигаю постоянно ну не знаю ребят это вот баланс белого у камеры будут периодически подмигивать вам не планирует первый канал возвращать ее в эфир говорят что нам учились они с ней то есть она ужиться ни с кем не может мало того что она давала просраться всем на съемочной площадке вот оператором какие-то администраторы просто покоя не давала постоянно у нее были конфликты и с розой сибитовой и вот с этой второй которая там все по знакам зодиака как зовут девочку девушку женщину как зовут ребят напомните забыл вот это вот в общем ни с кем она не могла ужиться и они говорят что-то как-то уже надоело рейтинги тоже стали постепенно снижаться василиса да василиса из давай поженимся ну да женщина василиса володина да 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 все спасибо ребят что напомнили мне василиса володина выяснили значит зрители в принципе просят говорят верните да гузейку нам обратно давайте давай поженимся на 15 лет программа практически шла в эфире 15 лет люди уже подсели это как дом 2 хотя вот самое долгоиграющее развлекательное это у нас получается наверное поле чудес хотя мне кажется когда якубовича уже не будет он все-таки тоже не вечный да дяденька наверняка кого-нибудь туда другого поставит ну не факт не знаю в общем не хотят да не вот это вот возвращать давай поженимся пока что но гузеева сейчас ребята ведет новое шоу на первом канале называется она подкаст лап я так быстренько промотал несколько выпусков но скукотища жуткая там она обсуждает какие-то письма писателей учитанных там тараканится все тараканится в этих письмах ну как-то так знаете меня вообще не зацепило один выпуск был неплохой пришла туда блогерша арина холина и они у них называлось значит кекс при свете да ну поняли я заменяю слова чтобы youtube меня там потом не за это самое не привлек к ответственности вот с ариной холиной была в принципе неплохая программа но что-то как-то арину холину ребят кто-то смотрит арину холину я перестал ее смотреть во первых вот этот постоянный мат перемат у холиной в каждом видео ну не к месту то есть ей это не идет она не умеет этот мат использовать но при этом она чуть считает что ей это подходит вот арина если ты меня смотришь напиши что с тобой случилось вышла она как-то пару месяцев назад в эфир в каком-то невменяемом состоянии карта она там что-то раскидывала арина холина от нее сразу отписалась там минус тысячи человек у нее и так немного там где-то 63 было или что-то участник 62 вот что случилось с ариной холиной непонятно тут на канале на первом канале у гузеева она вроде была похожа на человека но опять же вот дурной характер гузеевой был на лицо она не давала сказать никому особенно холиной там еще был дяденька психолог ну к дяденькам гузеева у нас больше расположен чем тетенькам вот поэтому ему она хотя бы давала говорить как только холина открывала рот гузеева тут же начинала значит ее перебивать говорить с ней параллельно холина сразу ротик свой затыкала вот ну что она понимает кто здесь главный вот влетела ей там из-за телефона холина сидела с телефоновым гузеева говорит сейчас подойду телефон твой выкину к чертям собачьим вот значит вот эту тему мы обсудили в прошлый раз она тоже всех взволновала обсуждали мы зверева и успенскую вы мне написали что неплохая пара зверев и успенская потому что зверев пообнищал успенская у нас тетенька с деньгами и вот она нищему звереву как раз таки может денежкой помочь поддержать его оговорился я в эфире малинина назвал значит визгу новым они выгузом господи я не ожидал что 100 человек мне напишет об этом ребят да плевать мне честно говоря выгузов он или визгунов какая нафиг разница смысл был в том что он не малинин у меня дизлексия ну конечно фамилию мог прочитать мне очень тяжело всегда вот я даже чат читаю мне очень тяжело мне вот короткие комментарии как-то еще полегче прочитать ну ошибся не так прочитал прям все перевозбудились почему-то вот не ожидал такого ребята вот вот все основные темы да то есть какая у вас была реакция вот это я все озвучил сейчас быстренько давайте пробегусь по чату чтобы вы меня потом не корили за это вот ольга соловьева пишет родителям конечно надо думать над именем ребенка в сочетании с фамилией или это псевдоним милиса я думаю что это скорее всего псевдоним хотя бывают у нас такие особо изобретательные родители которые как назовут ребенка ты думаешь ой ёпарный ёпар сетежный пелагей пишет без василиса давай поженимся уже не тот был но возможно я не был знаете активным зрителям вот этого давай поженимся но периодически какие-то первое смотрел от гузейки от сибитки но как-то ну не сильно меня слушайте у меня знакомый приходил туда о вот это кстати интересно не планировал не про не не планировал губи не размял перед эфиром потому что не планировал на тему говорить значит ребята у меня знакомый военный весь такой щетинистый мощный огромный брутальный из москвы гей стопроцентный приходил вот на это давай поженимся и вот они на него там слюни пускали а он уверенно говорил каких он женщин там любит вот это все он сходил так знаешь по приколу но все знают что он гей да ну я знаю что что он гей вот это к вопросу о том какая лажа в этой программе понимаете так то есть сказать там можно все что угодно вот мой знакомый гей пришел военный красивый здоровенный да и и ни у кого не было сомнений да вот ну если ему самому было прикольно что они сидят с людьми не выпускают вот но все посмеялись потом вот но на серьезных щах обсуждали какие ему женщины нравятся там все вот он говорил что замужней ему нравится эту гузей его говорит а почему замужней больше нравится и ярче то есть из него прям тут же ответы выливались ну молодец сочинял он прям на ходу елена пишет женихи разъехались да вот видимо и закрыли давай поженимся так сильвер зро сильвер зро написал ты говоришь что манучаров гей если это так то забавно наблюдать как он на своем канале стебет людей лгбт прям строит из себя борца за нравственность знаешь мне не забавно мне противно конечно манучаров гей я же рассказывал как он свои батоны ко мне подкатывал вот не просто а именно на групповушку да ну вот на эту свингушку своего чуваком он меня зазывал поэтому ну противно ребят против нам то есть если ты гей то хотя бы ну не занимайся вот такой пропагандой с ней я к таким людям не могу относиться хорошо то есть я считаю это сущность человека если ты врешь тебе в других делах тоже доверия нет понимаете мы давайте обсудим манучарова сейчас с симоньянкой пришла симоньянка к нему на интервью значит быстренько пробегусь еще по комментариям елена пишет добрый вечер хорошо слышно видно спасибо елена так яромира молнии пишет пельмени из синий птицы счастья которая гусеева поймала за жопку яромира ну возможно 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 опа чат у меня опять весь куда-то зариснулся ребят ну вот скачет чат у меня хотел сначала прочитать комменты а вот кстати хелен рут пишет что унюша вообще дочка с нелепым именем симба а еще знаете хотел привести пример как же у него что зовут как же муж и вот вы мне написали симба то есть это мультяшный герой симба ну вы знаете конечно достанется этой симби когда она пойдет куда-нибудь там школу потому что у нас дети не особо добрый прямо скажем теперь все метнуться искать выпуск давай поженимся с брутальным геем это значит я вот тогда скачивал с торрентов на ю тубе я его не нашел поэтому не факт что вы его найдете он такой широкий был чтенистый крепкий павел по секрету значит давайте ребята так что мне пришлось сейчас что-то мне пришло на paypal на paypal елена коман огромное спасибо за поддержку на paypal только что получил елена коман пишет спасибо за ваш труд и за стрим что вы сейчас ведете елен спасибо большое за поддержку ребята если вы хотите меня поддержать доната на любую сумму на paypal либо на the nation alerts вы можете зайти в описании видео либо в закреплен закрепленное сообщение вот в этом нашем чате и отправить любую сумму можете это сделать анонимно либо подписаться и сопроводить например каким-нибудь вопросом или сообщением я во время эфира прочитаю также если вы за пределами россии вы можете отправлять платные сообщения непосредственно в этот чат они будут выделены у нас ярким цветом и вот я уже точно не пропущу также я на донейшин alerts буду заходить и читать доната но чуть позже я это сделаю в процессе эфира да 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 и вот ксенаида напоминает ставим лайки балалайки вы слушайте лайки балалайки прикольная рифма я побегать я позавидую если вы не против ребят лайки балалайки оставьте нас сейчас 1205 человек в эфире и 284 лайка то есть только что каждый третий каждый четвертый поставил ребята остальные чего вы так не захотели ай-яй-яй ребят лайки на удачу поставьте итак ребята пришла пропагандонша симоньянка да чё-то я мелькаю ребят видите на камере мелька я так понял это баланс белого и связан он с цветом футболки которая надевая вот у меня такая ситуация была с какими-то футболками было что я мелькаю с каким-то нет получается я смотрю в ту сторону вы видите опять стал другого цвета вот в эту сторону я смотрю теперь вот такого цвета ну такая вот фигня ну что поделать ладно ребят что поделать значит симоньянка пришла вот к этому скрытому гей манучарову который сейчас работает на кремль ну позорище манучаров тебе просто должно быть стыдно я в каждом эфире буду говорить что ты скрытый гей ну ты позорник просто жуткий вот значит свой батон ко мне подкатывал теперь он там рассуждает про лгбт про пропаганду симоньянка пришла к нему к этому позорнику она профессиональная пропагандонка ребята и вот тут конечно ну не отнимать то есть ты понимаешь что не зря на деньги получает потому что нести всякую чушь вот с таким уверенным видом ребята действительно профессионализм в каком-то смысле да потому что много херни она наговорила и вот если ты не знаешь что происходит ты смотришь и думаешь блин да наверное что-то где-то там доля разума доля правды есть так мне кто-то звонит я не отключил часа режим поставлю режим режим самолет не поставил не начал кто-то звонить в прямой эфир у меня стоит ванесса параде на на этом самом на рингтоне вы наверно услышали да кусочек вот ванесса параде такси вот это вот желтый такси или как там песня называется прикольным сбил меня этот звонок ребят ну зараза какая зачем звонить во время эфира так говорю что профессиональная пропагандонка многие обратили внимание я в том числе что сидела на ребята вот вот так вот в закрытой позе целый час то есть она скрестила руки о чем это говорит то есть можно конечно уверенно гнать все то что ты гонишь но если ты скрестила руки то есть во первых вот так вот скрестить себя это закрытость то есть не проговориться это вам физиогномисты тоже скажут что это поза значит что я себя как бы удерживаю я себя поддерживаю чтобы сейчас лишнего не взболтнуть весь эфир она просидела это симонянша вот в такой позе скрестив руки на просто поразительно но это говорит о том что что бы она ни говорила чтобы она не гнала внутри у нее бушуют то есть есть страшно и она беспокоиться очень сильно и не зря она беспокоиться потому что жопка у нее подгорает не просто так вот значит ну конечно все время она демонстрировала на презрение вот она говорит что-то они там уехали вот так всё равно уехали уехали вот вот она раз 500 так сделала мне кажется у нее скоро, ей уже не придется так делать, вот эта ее гримаса просто станет частью ее физиономии. Потому что когда ты одну и ту же гримасу повторяешь, она постепенно начинает у тебя проявляться на лице. Вот это презрение, она говорила, она раз в 500 вот это презрение в своей физиономии высказала. Озлобленный, бесстыжий, да. Известно, она постами, также Симоненко, о коронавирусе. Когда-то она, когда только вирус появился, она, значит, первой там верещала, что болеют только этнические китайцы, все спокойно, в Багдаде все спокойно, болеют только этнические китайцы, потом она этот пост удалила. Но это к вопросу о том, можно ли вообще верить этой Симоньянше. Про зарплату Симоньянки слагают легенды, говорят, что она получает от 10 миллионов рублей, я, конечно, знать наверняка не могу, ребят, но если у нас вот эти все гузейки Сибитова по миллионам, миллионы получают в месяц, я думаю, что пропагандисты вот такие главные, они и от 10 миллионов получают. То есть она уже, получается, у нас за эти годы стала, наверное, мультимиллионершей. То есть кто-то там не может свести копыта, да, а она у нас миллионерит. Вот. Ну, такие деньги, это же с ума сойти можно. Вот. Ну и о какой честности можно говорить? В принципе, если ты спонсируешься властью, Кремлем, и тут я хочу сказать, неважно, какой властью, то есть в принципе, если у тебя власть спонсирует любая, хоть Путин, хоть Хуютин, хоть кто угодно, все, воспринимать тебя нельзя. Ты уже абсолютно точно избираешь определенную позицию. Вот. Что меня, опять же, вывесило? Ну, это так же, как и Соловьев, да, она свои вот эти высеры называет то, что это мнение России, якобы она олицетворяет всю Россию, и вот вся Россия прям в этой симоньянше сплелась. Хотя она, кстати, даже, получается, не коренная, да, россиянка, то есть она там родом из Армении. Но это неважно. Россия многонациональная страна, это нормально. А вот то, что она считает, что она озвучивает то, что думают люди России, это очень странно. Это слишком много на себя берешь, Маргарит. Интересно, что было. Рассуждала она о Ютубе. Сказала она, что Ютуб это важнейшее телевидение России. И говорила, ой, боже мой, как же мы допустили, как же мы допустили, что сейчас все люди смотрят интернет. Вот это мы пропагандисты, конечно, лоханулись. И говорит, все. А говорит, я предупреждала 15 лет назад. Я говорила, что нам нужно развивать Ютуб, нам нужно телевидение модернизировать и так далее. Говорит, все на мной смеялись, никто меня не слушал. И вот теперь все в Ютубе. И мы очень многих не можем оболванить. Она говорит, мы бы хотели. Но видно, она хотела бы всех оболванить. Но не может она, потому что есть Ютуб. И говорит, у нас нет вот таких технических средств, как в Китае, чтобы полностью заблокировать Ютуб. А почему, Маргарит, почему не смотрят телевидение? Я тебе скажу, потому что, во-первых, там постоянно врут. И многие люди тоже понимают со временем. Во-вторых, вот этот вот застой, одно и то же смотреть одни и те же Харри, ребят, да, это, конечно, надоедает. Абсолютно отсутствует выбор. Программы многие, однообразные. На Ютубе ты приходишь, тут тысячи программ, тысячи блогеров, ты можешь смотреть. А на телевидении такого выбора нет. Ну и самое, что меня всегда вымораживало на телевидении, ребята, это вот эти пятиминутные рекламные блоки. То есть такое ощущение, что ты между рекламой пытаешься выхватить кусочек программы, посмотреть. Вот ты не шел, пришел посмотреть, а ты смотришь рекламу, а вот между рекламой маленькие фрагменты программы. Ну как можно так бесстыже? Потом они удивляются, почему телевидение никто не смотрит. Назвала она Ютуб инструментом недружественных государств. Тут у меня к ней вопрос, собственно, а кто их сделал недружественными? Вот. Не согласились с ней. Все эти люди, которые регулярно ездят за границу, смотрят, как люди там живут и понимают, что нормальные люди, никто России плохого ничего там не желает, все живут своей жизнью. Причем, если на российских каналах постоянно обсуждают, вот там про нас чего-то, там Европа, Америка, в Европе и в США про Россию, там один процент чего-то сказали вскользь, и все про свою жизнь обсуждают. Но это тоже, мне кажется, показатель, да, то есть, что нашему телевидению все время хочется там про них говорить, а они в это время живут своей жизнью. Это тоже интересно. Хорошая новость. Это я сказал, ребята, то, что она сказала, говорит, мы не можем их вырубить, имея в виду телевизор. Кто к нам сейчас присоединился, я напоминаю, что мы обсуждаем Маргариту Симоньян пропагандовскую интервью Уману Чарова. Пожалуйста, ребята, ставьте лайки, я уже вижу, больше лайков у нас появилось, лайки на удачу. Вот, хорошая новость, не может она и никто вырубить сейчас в России YouTube полностью, говорит, лучше не будем позориться. Ну, тут приятно было, что хотя бы она это признала. Но, ребята, плохая новость, плохая. Она говорит, мы работаем над этим и скоро вас удивим. Вот, чем они там нас собираются удивить? Ой, даже не хочется знать, честно говоря, что там они еще понапридумывали. Манучаров спросила, чем вы собираетесь удивить? Она отказалась отвечать. Постоянно, говорит, сидеть в Инстаграме запрещено. Вот, кстати, ребята, конкретный пример, да, вот мы говорили, Соловьев, то есть там на Запад наезжает, у самого сыновья отучились в Лондоне, один там модели, другой режиссерский закончил. Вот Маргарита Симоньян, казалось бы, она, значит, все там за власть, запретили Инстаграм. То есть ты первая должна отказаться от Инстаграма. Она пользуется Инстаграмом, говорит, у меня еще больше подписчиков стало в Инстаграме. И когда Манучаров развил эту тему, она вот как начала исправляться, говорит, а, ну я не сама там сижу, я не сама сижу, я не захожу, не, я соблюдаю, я не захожу. Это вот у меня ребята. Мои ребята выкладывают посты. Ну, ты знаешь из серии, что угонять машины нельзя? Я сама не угоняю. Не-не-не, я не угоняю, вы не подумайте. Мои ребята угоняют. Вот, это так же нелепо все звучало. Но я не знаю, для кого это прокатывает. Она столько фигни там несла. Очень много фигни она несла. Спросил он Манучаров про Дудя и Кучеру. Она говорит, не смотрела. Живу с мамой и свекровью, говорит, Дудя, они знать не знают, мои пожилые родители. Вот зато Кучеру они любят. И говорит, этого мне вроде как достаточно. Собиралась она на покой, ребята, но вот как началась война, по ее словам, значит, все планы ей якобы порушила, ей не верю. Вот она говорит, собиралась я писать книги, уходить на покой, не верю. Потому что все она прекрасно знала. В общем, ну извините, если она все время с Путиным лично общается, как она могла не знать, что настанет война. Поэтому вот эта ложь очередная Симоньянша у Манучарова, прямо вот знаете, как глаза называется, колет. Колет глаза ложь. Манучаров спросил, говорит, есть ли свет в конце туннеля. На что Симоньян говорит, в любой день, одним звонком, только так заканчивается война. Это вот к вопросу о том, что на самом деле люди погибают, и это в каком-то смысле не имеет значения, потому что все решается наверху. То есть вот сейчас так раз по щелчку, и все закончится. Да. И Манучаров тоже, а вот она говорит, позвоним комику, ну имея в виду Зеленскому, и договоримся, что отдаем, что не отдаем. То есть такой цинизм жуткий. Ребят, люди погибают с обеих сторон. Она, значит, позвоним комику и договоримся. На что он, кстати, правильно заметил. Он задавал ей, между прочим, даже часто неудобный вопрос, но не потому, что он такой оппозиционер, а скорее просто немножко туповатый, и вот он, что ему приходило в голову, он что-то там и спрашивал. И Манучаров спросил, говорит у Симоньянша, а что же мы не звоним? И она ему говорит, а зачем? Вот так, ребят, ну о чем тут говорить, о чем тут можно говорить? Заявила Симоньянша, что Америке выгодна война, говорит, посмотрите, как растет сейчас их экономика, и при этом, говорит, а мы такие независимые, и все. А у меня вопрос такой, хорошо, если мы, Россия, независимые, если мы сильные, при этом она утверждает, что Америке выгодна война, тогда логический вывод я делаю, что Путин играет под дудку Америки. То есть ты говоришь, Америке нужна эта война. Сейчас, когда началась война, экономика Америки протестает, и это ее слова. Значит, Путин устроил войну. Правильно ли я понимаю, что Путин играет под дудку Америки? Ну, ребята, это я делаю вывод из ее слов. Но не все зрители почему-то вот это все успевают выловить, да? Ну, ребята, значит, еще Манучаров сказал такой неудобный вопрос. Ответ меня просто поразил. Значит, Манучаров говорит, что у России мало союзников, Беларусь, Иран, Северная Корея и там пара стран в Африке. На что она глазом не моргнула, значит, что отвечает Симоньян. Говорит, страны, понятие относительное, Европа, если действует одинаково, то это одна страна. Ребят, это одна страна, оказывается, ребят, понимаете? Поэтому не весь мир сейчас поддерживает Украину и просит Путина скорее закончить вот то, что он творит. Да, это, оказывается, одна страна. Они же все объединены одной мыслью. Это, оказывается, одна страна. Ребята, подождите секундочку. У меня, я забыл подключить, ой, я забыл подключить эту самую зарядку к ноутбуку. подождите прям одну секунду, а то у меня сейчас выключится. Ой, ребят, забыл подключить. Сейчас быстренько подключу и продолжим с вами. Так, 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 так. Фу, хорошо, что заметил. Я сейчас думаю просто вырубится. Все, мне сигналит, опробода-то и нет рядом. Ой, фу, все, успел. Так, ребят, ничего мне не отвалилось, там ни звук, ничего, все нормально. меня по-прежнему слышно, видно? Пожалуйста, напишите мне. Фух. Ребята, видно, слышно? Все хорошо, да, все хорошо, значит, продолжаем тогда. ой, я прям стрессанул, ребята, ну ничего, успел, успел все подключить, хорошо. Значит, вот, она сказала, что это Европа, это оказывается одна страна для нее, да? Ну вот. Тоже какие-то странные фразы она говорила, говорит, значит, они успокоятся, когда мы будем страшны, и они почувствуют угрозу. Что за чушь такая? А за год они, то есть, нельзя было, то есть, если они хотят угрозу свою показать Путин, а что он делал в течение года, извините? У меня вопрос такой. Вот. И она также говорит, а почему к Путину претензии? Она удивляется. Он не может всем заниматься. И тут у меня встречный вопрос, извините, а кто вертикаль власти устроил в стране? Кто запретил выборы? Кто начал назначать губернаторов? Где-то даже мэров? Это кто сделал? Это сделал Путин Владимир Владимирович. Ну, логично, что мы задаем вопросы ему. То есть, если он установил вертикаль власти, ребят, я же не политик, я в бытовом смысле рассуждаю, да, ну, просто это вот такие моменты логичные, которые просто на поверхности находятся. Если ты создал вертикаль власти, если ты все под себя подмял, если ты за все отвечаешь, значит, ты либо не берись, вот, а если ты плохо сделал, значит, сваливай. Ну, вот такой у меня вывод. Ребят, сейчас мне кто-то, конечно, напишет три человека за Путина, но вот я свое мнение рассказываю. Вроде я рассуждаю в рамках логики, понимаете? Вроде какая-то логика у меня все-таки присутствует, как мне кажется. Поговорили они про Галкина, ребята, вспомнили вот этот скандальный эфир Симоньян у Соловьева, когда она его ориентацию как бы раскрыла, да, для всех зрителей центральных каналов. Тогда она сказала, что Галкин гей, что живет он с бабушкой Салой Пугачевой. Нагрели они всю страну на бабки. Тогда многие, кстати, пришли, зрители центральных каналов под мой ролик под Пугачеву и были удивлены, что, оказывается, я еще два года до Симоньянша об этом рассказал. Ну, ребят. Так что, видите, мы все с вами знали заранее, конечно же. Рассказала она и о конфликте Галкина. Говорит, оскорблял он мою семью, высмеивал шоу вот этого ее недотепа муженька Киосаяна, назвал пошлятин и все. Ну, слушайте, Киосаян это вообще очень странный персонаж. Говорят, что он тоже гребет какие-то немеренные деньги из государственного бюджета. Все его фильмы провалились в прокате. Все фильмы. То есть, ни одного фильма, ни один фильм не окупился. Это как так вообще? На государственные деньги еще снимают что-то. Какую-то низкопробщину. Вот это шоу, которое он ведет. Это сплошная похабщина, иначе как мерзот его не назовешь. Это Киосаяна муженька. Ну, ты знаете, муж и жена одна стана. Что Симоньянка, вот это, что Киосаян? Я когда вижу, у меня единственная вот поговорка, да, приходит. Вот это вот, мерзота, мерзота, уйди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Вот я только вот это вспоминаю, когда вижу эти хари. Ну, говорит, Галкин начал высмеивать моего муженька Киосаяна за то, что вот он там пошлятину несет, но мы христиане. Мы такие правильные, честные христиане, Симоньян говорит Монучарову, скрытому гею, который хлопает глазами. Да, 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 вы же христиане такие молодцы. Значит, мы христиане, мы решили не отвечать этой сволочи. О, сволочи, сволочи, это и решили не отвечать. Такие добрые христиане. Гребут миллионы за наши налоги. Ой, бесстыжие, ребят, ну бесстыжие, просто невероятно. И вот она говорит, значит, этот сволочь Галкин сам, что чистенький, на себя ни разу чай не проливал, ногти землей не пачкал, имел все и даже больше, чем другие. Тут можно отчасти согласиться, потому что он тоже вот эту всю аферу правильно говорит, ребята, афера. Потому что многие говорят афера, посмотрите в словаре афера, меня кто-то поправлял, говорит, правильно, афера. И главное, поправляют меня, а сами не знают, как правильно. Тут меня вообще поражает. Ну и в принципе, дурной тон людям писать или говорить, как-то поправлять, которые не спрашивали вас. А сами не знают какой грамот. Понимаете, правильно, афера, говорить еще раз. Значит, напоминаю. Да, я отчасти только могу согласиться с этими обвинениями, потому что, конечно, Галкин долгое время играл под дудку этого режима. Но в итоге он вот исправился и сейчас, вроде, как пытается наверстать вот упущенное, да, как-то реабилитироваться. Ну, посмотрим. Галкина мы сегодня обсудим обязательно, у нас есть на обложке видео. Я приветствую всех ребят, кто сейчас к нам присоединился. У нас очень много интересных тем на эфир. Как только я закончу тему Маргариты Симоньян, я тут же обращу внимание на чат. Поэтому я надеюсь, вы мне что-то по теме тоже напишите. И по Галкину, и по Манучарову, и по Маргарите Симоньян. Я все это зачитаю. И, пожалуйста, поставьте лайк. Тоже мне будет приятно. Лайки на удачу. Вот. Значит, про Галкина это мы сказали. Да, и Манучаров все не увнимался. Он сказал Симоньянке, говорит, а какая мотивация была вот у таких людей, которых Симоньян еще называют предателями. Он говорит, какая мотивация? Им же тут ноги целовали. Вот. И вот так, говорит, задницей развернуться к стране. Манучаров, скрытый гей, значит, про задницу вспомнил. Знаете, говорит, на варе и шапка горит. Сам гей, мне вот интересно, а он каким местом? Куда и к кому он развернулся? Вопрос такой, Манучаров. Если смотришь, напиши. Я знаю, что посматриваешь, напиши, каким местом ты повернулся. Нам будет интересно почитать. Ну вот. Ну и вот это вот постоянно, понимаете, страна и власть у них одно и то же. Вот это вот очень гниленькая концепция. То есть они все время пытаются настроить зрителей, что Путин и Россия это одно и то же. Если ты критикуешь власть, значит, ты против России. Да нет. Вообще-то в каждой стране люди критикуют и власть, и не власть. Кто оппозицию, кто власть. Это нормально критиковать. Люди должны критиковать власть, чтобы власть не расслаблялась. Это как раз таки правильно критиковать власть, анализовать, тем более, к каким-то известным людям власть. Вот это дурной тон. Потому что кто бы там ни был у власти, нализывать власти, это дурно. А критиковать обязательно надо Путина в первую очередь, чтобы не расслаблялся. Потому что он очень расслабился, ребят, очень. Все ему дозволено, мы сегодня поговорим об этом. Вот. Сказала она, что у Галкина, Симоньян сказала, что у Галкина произошло недоразвитие плода в утробе матери. Видимо, мама курила и пила у Галкина. Либо вдохнула на улице опасный воздух. Плод родился гниловатым, и таким гниловатым он умрет. Остается лишь развести руками и пожалеть всякую тварь Божью. Вот сказала она про Галкина. Остается пожалеть только всякую тварь Божью. Но, знаете, что-то сама Симоньян не была замечена в любви к тварям Божьим. Особенно сильно от нее страдает популяция бобров, как известно. Вот такой интересный факт. Имеет к ликуху Симоньян боброедка и боброжуйка, потому что любит пожрать бобров. Бобриков ей потовает, понимаешь? Поэтому бобрята при виде ее разбегаются. Но это такой интересный факт. Любимое блюдо у нее бобрятина. Значит, пристрастилась Симоньян к бобрятине 10 лет назад, в канун Нового года. У нас кто-то в Новый год в банки ходит, да, там, как вот в Иронии судьбы. На каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. А Симоньян ходит у нас по бобрам в канун Нового года. И вот так она вспоминает, да, что пошла она в канун Нового года, покушала бобра и до сих пор остановиться не может. Что-то опубликовала она тогда пост в социальных сетях. Я сейчас вам зачитаю его, найду. Сейчас найду и зачитаю. Да, вот она написала, ребят. Зачитываю по поводу боброжуйства Симоньян. На Дорогомиловский рынок завезли вагон отменной дичи. Накупила ее и буду готовить. Уже опросила знатоков. В итоге сварю бобриную голову с луком. Вкуснятина. Морковочку добавлю и лаврушку для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке. Это она пишет в официальной сети, в этом самом, в Твиттере. Замариную, значит, остальное мясо замариную на ночь в чесноке, в можжевеловых ягодах и черном перце. Завтра обжарю и затем буду тушить бобра в бульоне до мягкости. То есть гурманка такая. Но очень многие плохо, конечно, отреагировали. Но вот эти вот бобринные пристрастия Симоньянки начали писать, что фу, бобер это та же самая крыса. Та же самая крыса только живет в воде. Хотя нашлись все-таки тоже такие же гурманы, которые написали, какая вкуснятина. В следующий раз обязательно попробуйте нутрию. Пальчики оближешь. Так что в клубе бображуек прибыло. Но вообще бобер является деликатесом, в принципе, во многих ресторанах мира и даже в России, где это бывает подают бобрятину. Особенно популярно блюдо жаркое. Жаркое из бобра. Ребят, кто-то пробовал? Напишите. Напишите. Я потом прочту. Кто-то пробовал бобрятину у нас. Интересно, как вам на вкус? Странное хобби оказалось у Маргаритушки. Говорит, люблю я сидеть в выходные в подвале и перебирать баночки с едой, в том числе с бобрятиной. Сижу, значит, в погребе и целый день там релаксируют. Ну, говорят, погреб у нее больше похож на склад, учитывая размеры ее жилища. Поэтому там, конечно, есть что поперебирать. Она такая, как Кощейка сидит у нас. Денис, спасибо большое за донат. Значит, Денис пишет. Привет всем, кто хочет уехать из России. Знаю, как помогу. Я уже получил ВНЖ за две недели. И благодарит меня. Денис, как ты поможешь? Я надеюсь, это никакие не рекламы услуг. Спасибо за донат. Единственное, я прошу не рекламировать здесь никакие вот эти услуги, потому что это будет не очень корректно. Если вы хотите мне какой-то совет дать, то, конечно, можете в личку написать. Спасибо за донат. Ребята. Ну, в общем, да, рассказала она, что вот, значит, релаксирую. Кто-то нажимает вот этот поп-ит, да, чтобы релаксировать, пупыриться на пупырки вот эти. Она у нас сидит на складе, перебирает закрутки, помидорки для блюд. Знаю, значит, у меня на той полочке помидорки для европейских блюд, на другой полочке у меня для азиатских блюд. Вот у вас есть какой-нибудь там складина. Ну, конечно, почетное место для закруток с запеченными бобрятами имеется. Ненавидит Симоненко свое вот это прозвище боброедка и просит ее так не называть. Поэтому, ребята, я предлагаю только так к ней обращаться, чтобы она не расслаблялась. Также она сказала, что не любит она фейки и накрутки просмотров в интернете. Но многие заметили вот на этом интервью с Манучаровым то, что там как-то очень резко скакали вот эти просмотры. То есть было какое-то одно количество просмотров, потом резко вот так вот, знаешь, они бомбанули. И лайки там тоже, то они еще появились, потом они вдруг исчезли, потом они опять появились. То есть вот налицо опять же вот эти все накрутки. Симонянские боты, вот многие писали, Симонянские боты не дремлят. И вы знаете, ребят, я сам столкнулся с кремлеботами однажды на своем канале. У меня был ролик, сейчас его уже удалил, там про Собчак с Волочкова, там куча была маты. В общем, там YouTube пометил этот ролик как 18+. Он мне что-то надоел. И, в общем, я его в итоге удалил, этот ролик. Монетизация там тоже была отключена. Я помню, так как у меня было несколько фрагментов, где я брал фразы Навального, там что-то про Волочкова говорило, вот я взял несколько фраз. Я когда прописал в ролике Навальный, мне через 30 секунд пришло где-то 20-30 комментариев одинаковых. То есть одним разом вот так 20-30 комментариев. Из серии, что какой Навальный плохой, нельзя ему верить, ты рэпэр, у него там куча денег и всякое такое. И там, знаете, были имена такие из серии, там Иван Петров, Сергей Иванов и Игорь Бобров. И все на вид 30-35 лет, мужики. То есть я увидел как раз-таки, как работают вот эти кремлеботы. Прописываешь Навального, тут же приходит все. Ну, потом YouTube вот эти вот вычислил боты и стер их в итоге. Поэтому, да, существуют эти боты. Ну, и сейчас уже заканчиваем темой. Симоньян, вот как я уже сказал, что она армянка. Родина ее Россия, Краснодарский край. Но по происхождению армянка. В Армении она была всего пару раз. Запретили ей въезд в Армению. Живет она сейчас со своей мамой, свекровью. Ну, и вот с этим муженьком мерзотой Киаса Яном. Ну, вот что еще интересного? Сказала, что армянские черты в ней прослеживаются. Не может она перечить своей свекровью. Все. Больше ничего интересного в интервью не было. Денис, спасибо еще раз за донат. Ты пишешь, что планируешь слетать в Грузию, но сейчас в Дубае. Алекс, тебе спасибо. Это не реклама. Ограничение символов у YouTube. А, понятно. Окей, Денис, я желаю тебе хорошей поездки. Еще раз спасибо тебе за донат. Вот, ребята, если вы хотите мне скинуть донат, так же, как Денис, отправить платное сообщение в чате, можете это сделать. Я его обязательно увижу. Оно будет выделено таким вот ярким цветом. Все его увидят. Я его обязательно зачитаю, не пропущу. Также буду благодарен, если вы меня поддержите по ссылкам в описании этого ролика. Либо по ссылкам, которые закреплены в сообщении в самом верху нашего чата. В прямом эфире. Если у вас нет возможности меня поддержать материально, то хотя бы поставьте лайк на удачу. Тоже буду благодарен. И сейчас я промотаю чат немножко вверх. Посмотрю, что вы мне писали во время обсуждения. Симоньянша. Давайте отличимся на пару минуток. Так, привет из Украины, из Кубани. Привет, привет, Хелен. Тока Бока пишет. Телевизор не смотрю уже 7 лет. Ну, многие перестали действительно смотреть. Инга по поводу имени Нюша пишет, что постареет Симба, дочка у Нюши, да, и станет бабой Симбой. Ну, тут вопрос, знаешь, когда уже взрослый человек, там не страшно. Тут вопрос в том, что ее заклюют просто в школе, скорее всего, за такой имени. Саланж пишет, что с VPN будет доступ к YouTube. Да, конечно, с VPN будет доступ. Другой вопрос, что качество картинки ухудшится и будет загружаться хуже. Ретроманиак пишет, что, скорее всего, будут удивлять сайтом ВКонтакте. Ну да, ВКонтакте сейчас активно развивают. Я тоже думаю, что они именно ставку делают на сайт ВКонтакте. Я принципиально никакие Яндекс.Дзен и ВКонтакте особо не пользуюсь. Я есть ВКонтакте, но как-то, не знаю, даже не хочется особо. Ну, ВКонтакте иногда, да, захожу все-таки что-то могу опубликовать. Бывает. А вот на Рутуб, на Яндекс.Дзен даже ни ногой, ни в коем случае. Так. Яромира спрашивает, почему так много стало ксенофобов, гомофобов и так далее. Это, знаешь, известный принцип. Разделяй и властвуй. Поэтому нужно всегда найти какие-то маленькие группы людей, чтобы к ним возбуждать ненависть. Когда люди испытывают ненависть, ими очень легко управлять. Это именно и делает сейчас Путин. Поздравлять с праздником, ребята. Да, поздравляю всех. Егор Киселев. А с каким праздником? Я думал, вы поздравляете с праздником выхода меня в эфир? Или с каким праздником, ребята? Я всех поздравляю с праздником нашей встречи, а не с каким-то еще. Так, какой еще праздник? Я не знаю. Так, значит, Егор Киселев пишет, что никогда не буду смотреть телевизор. Сталкер. Я вот только что прокомментировал, да, почему нетолерантности к ЛГБТ. Уже не буду повторяться. Так, я что-то не вижу про Симоньянку. Ребят, про Симоньянку кто-то писал? А, вот Пелагея писала. Хотела писать книги, но нашла способ зарабатывать на войне. Ну вот так. Да-да-да. Не верю. Книги ее. Ну, врет она знатно. Очень знатно врет она. Серджио Пона пишет, Алекс, знаком ли ты с Алексеем Сухановым, бывший директор НТВ? Да-да-да, и он ко мне к линию подбивал. Ну, ведущий, который в программе сегодня был, да, потом он на Украину переметнулся, там стал работать. Да, он там клеился ко мне на НТВ. Ну, не как-то жестко, а просто там комплиментики всякие делал. Типа, о, ты какой Сим, какой Сим, какая антифутболочка красивая, и подмигивает так. Ну, такой вот он игривый, дяденька Суханов этот был. Так, 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 так. Я сейчас пытаюсь найти комментарии по теме. Ну, пишет модель, что зря, жаль, что уехали. Спасибо за поддержку. Ну, пришлось. Ну, знаете, как говорят, от хорошей жизни-то не уезжают, поэтому от хорошей жизни не едут. Едут, наоборот, в поиски лучшей жизни. Сейчас Алекса переквалифицируем в политолога. Ой, нет, ребят. Я, наоборот, стараюсь в политику не лезть, потому что каждый раз настроение портится. Ну, Симоньян, она публичная фигура, а Путина просто очень давно не было, плюс он тему ЛГБТ затронул, поэтому я его и хочу обсудить. Так я стараюсь в политику не лезть, очень не люблю это все дело, потому что слушаешь и противно. И потом депрессняк. Вот Рубенс Фалко пишет, что смотрю по телевизору научные передачи про кино, наука, галактика, и все в таком духе. А новости можно не смотреть. Но все равно рекламы очень много, ребят. Вот эта реклама просто невозможна. Так. Никто практически, я смотрю. Все, видимо, увлеклись прослушиванием всего того, что я говорил. По Симоньянке мне ничего не написали. Все делают мне комплименты, здороваются, поздравляют. Но ничего никто не написал. Ой, Лена кем проснулась. Симоньян молодец, пишет. Всем бы так родину любить. Ну, хорошая ирония, Лен. Молодец. Хорошая ирония. Так. Симоньян злобная тетка, пишет. Василий. Вот какая-то дурнушка пишет. Алекса, почему вы против народа? Знаешь, я тебя блокирую, потому что мне не нужны вот эти вот кремлевские. Вы меня просили, ребят, блокировать вот этих вот, которые провоцируют, да? Ребят, я понял, есть такие провокаторы, они уже ко мне начали набегать. То есть, Симоньян говорит, я олицетворяю мнение народа. Она же приходит и говорит. И вот эти вот дурнушки начинают писать. Ты против народа. Ребят, я за народ. Я хочу, чтобы народ в России жил хорошо. Не Симоньян Харисову наедал обобрятины. Я хочу, чтобы у нас учителя, ученые, эти врачи, да, все жили нормально, по достоинству. Они в дворцах, вот эти чинуши. Это пишет мне. И ты против народа выползла. Понимаете? Вот, я не знаю, этот человек промыт мозг или это какая-то Бутина залетела. Не знаю, ребят. Но есть вот такие, которые мозг промыт. Что я могу сказать? Но вы меня просили блокировать, потому что они начинают всем сраться, да? Вас задевают, пишут вам гадости. Поэтому я по вашей просьбе буду их блокировать. Я их называю ползунесы. Ползунесы, да. Вот дурнушку заблокировал. Ксю О'Каси. Я не знаю, боты или просто вот те, заняться ничем. Вот. Мы тебе не рады, потому что такие заявления делать, знаешь, ну, мозг надо включать иногда. Ну, хотя бы вот сегодня чуть четверг. Хотя бы по четвергам включай мозг иногда. Кри Саня пишет, я бы хотела нутрию попробовать, но не бобра точно. А в чем там принципиальное различие между ними? Они там где-то очень близко, очень рядышком. Да, ребят, спасибо за лайки. Было лайки. Ну, что? Я так посмотрел, особо никто не писал по Симоньян. То, что было, я прочитал. Бобрины истории Симоньян. Да, это была рубрика Бобрины истории Симоньян. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующим темам. Вот мы как раз Галкина затрагивали. Чуть позже я прочитаю донаты на Donation Alerts. Спасибо всем, кто отправляет. И вот, Денис, спасибо еще раз за донат. Денис пишет, кто из ЛГБТ, поставь плюс в чат. А, кстати, да, я вижу много. Но не все будут признаваться, потому что кто-то же тоже не готова открыто заявлять. Тем более, когда у людей свои фотографии, люди, живущие в России, тоже не всегда это безопасно. Поэтому я, например, сейчас в этих условиях тяжелых никогда не призываю людей, тем более, которые живут где-то, зависят от родителей, да, то есть не самостоятельно. Я никогда не говорю, что надо открываться. Надо открываться, когда вы самостоятельные люди. Солнышко яркое. Спасибо большое за донат и за вот этих бегемотиков, которые ты мне, которые я получил. Да, спасибо большое за донат. Очень приятно. Да, вот плюсики поставили те, кто из ЛГБТ. Всех приветствую. Артем Пермиловский написал, извините, если неправильно читаю фамилию, Симоньян, как накид. Легко появляется, тяжело устраняется. Да, да. Фантастик Йода пишет, я не из ЛГБТ, но отношусь с уважением. Спасибо, ребята. И вот Евгений пишет, не ЛГБТ, но поддерживаю таких людей, не понимаю дискриминацию. Светлана Захарова тоже пишет, не ЛГБТ, но поставлю плюсик за друзей. Спасибо, ребята, большое за поддержку. И следующая тема у нас Галкин. Значит, Галкин отменил концерты в Турции в связи с землетрясениями. Перенес он их на другие даты и обещает деньги вот с этого концерта отправить непосредственно в фонд помощи пострадавшим. Надеюсь, сдержит слово. Будем наблюдать. Записал он видюху о том, что сейчас очень многие мошенники пишут его знакомым в WhatsApp с других каких-то номеров. Якобы говорят, вот это Максимка пишет, Аллочка Пугачиха. И говорят, мы тут в тяжелом состоянии в Израиле. Денежку, денежку. Ребята, помогите денежку. И он говорит, нет, у нас все нормально с денежкой. Пожалуйста, все наши знакомые, не ведитесь. Появились мошенники, которые представляются Пугачихой и Галкиным. Денис. Денис, еще раз спасибо тебе за донат. Денис пишет, молодцы парни и девушки, все будет у вас хорошо. Денис, ну, надеюсь, общими силами как-то все действительно в лучшую сторону куда-то вырулиться постепенно. В целом, если смотреть на развитие человечества, то все равно происходит прогресс. Да, какие-то вот есть периодические метания назад, деградации и так далее. Но в целом вектор идет в сторону развития и уважения к людям. То есть личность человека, личность человека и человеческая жизнь в Европе, на Западе ценится больше всего. Да, это вот в России, то есть как бы стараются такую концепцию продвигать, что вот все общее вы должны всем пожертвовать, да, ради вот какой-то родины абстрактной, да. Видимо, себя имеют в виду, свои дворцы. В Европе, наоборот, очень важна личность человека, жизнь каждого человека важна. Ну вот такие, да, будут периодически происходить землетрясения и с войнами и прочее. Но в целом, вектор развития у человечества довольно-таки правильный, я считаю. Значит, Галкин предупредил никому не переводить им деньги, говорит, мы не просим, у нас все в порядке. Посвежил, ребята, Галкин, помолодел, как я уже не раз отметил, вот Чулпан Хаматова, который выяснилось 47 лет. В прошлом эфире мы обсуждали очень долго Чулпан Хаматова. Если вы пропустили, посмотрите этот эфир. А я, по-моему, пропустил какой-то донат. Или нет? Или не пропустил? Инри, да, пропустил твой донат. Извини, пожалуйста. Привет из Беларуси. Инри, спасибо за донат. Спасибо за частые стримы. Ребят, если вдруг я ненароком пропущу какой-то донат, я стараюсь следить. Но если вдруг... Я тогда в следующем стриме озвучу, потому что я потом все равно просматриваю эфир, когда пишу коды. И вот один раз я увидел, что я пропустил донат от Идэни. Я потом на следующем эфире извинился и сказал. Денис, ты прям меня задонатил сегодня. Спасибо тебе огромное. Я, кстати, не знаю, что это за валюта такая интересная. Первый раз такое вижу. Денис, спасибо тебе огромное за сообщение и за донаты. Значит, мы обсуждали мы Чулпана Хаматову. Она очень похорошела, помолодела. Потрясающе выглядит. Вы мне написали в чате, что Чулпан Хаматовой сейчас 47 лет. Ребят, выглядит она максимум на 35. Потрясающе выглядит. Вообще не меняется с годами. И вот сейчас в эмиграции она даже, можно сказать, помолодела, посвежела. Выглядит прекрасно. И то же самое с Галкиным. Говорят, постоянно он ходит на рынок, на местный в Израиле. Один, кстати. Ходит один. И без детей, и без пугачихи выходит. Потому что на видео, на селфи они вот все время записывают в Инстаграм совместные видео, что они вместе время проходят. Но, говорит, на рынок он все-таки ходит сам. Выбирает овощи, фрукты, любит орешки у нас, Галчонок. Орешки погрызли любит. Особенно бразильский орех. Похудел, помолодел. Значит, поговаривают, ребята, что Галкин у нас снова влюбился. Поэтому он активно следит за фигурой. Как мы с вами знаем, у них вот этот брак с Пугачевой, это все для Галочки. Поэтому я и говорил, да, вот когда мы обсуждали в ролике про Пугачева, что она сама тоже по девочкам любила пройтись. Часто, может, и нет уже в возрасте, но любила пройтись. Мы говорили, что геи с лесбиянками часто вот такие фиктивные союзы строят, и каждый может на стороне встречаться. Кто его избранник, неизвестно пока что. Пока что не узнали, будем следить. Но вот опять же вернулся он к диете, вернулся к спортивным занятиям по утрам, очень активно занимается, хочет выглядеть хорошо. Постоянные какие-то эксперименты с прической, то завивкой, то вот эти афрокосички, то еврокосички, то какие-то себе вот эти вот хвостики сделает с разноцветными резинками, то гелем себе наделает какие-то проборы. И вот два раза, пишут, два раза уже Галкина, видели под покровом ночи в компании двух мужчин и таинственной незнакомки в израильском гей-клубе. Предположили, что незнакомка, и это на самом деле не мужчина, а травести артист. Получается, в компании трех мужчин он был там. Ну, видите, какая веселуха, значит. Ну, вот его, кстати, в России он себе не позволял, а теперь в Израиле у него началась веселуха. То есть в днем с жёнушкой, с псевдожёнушкой, в инстаграме и с детишками, ночью с мужичками, по клубешникам. Ой, ребята, извиняюсь, кашляю, но говорю, сейчас выпью водички. У меня хроническая, я опять начал кашлять. Так, ребята, значит. Мы сказали, да, с вами про то, что у него мужичонка какой-то появилась, и вот эта вот компашка с трансухой. Очень интересно было бы посмотреть. Денис, ещё раз спасибо за донат. Алекс, посмотри в настройках Ютуба модерации. Ты не все функции себе включил, чтобы тебя могли поддерживать. Да, посмотрю. Спасибо за советы. Я посмотрю. Действительно, там много всего бывает. Возможно, я ещё не всё для себя открыл. Ребята, нас 1702 человека в прямом эфире. Я приветствую всех, кто только что к нам присоединился. Если вы не с начала нашего эфира, уже целый час мы говорим, а пока только до второй темы дошли. У меня миллион тем, ребят. И что, мы будем сегодня 3 часа сидеть? Ну ладно, давай сейчас. Значит, ребят, кто не успел предыдущий час посмотреть, сможете потом в записи посмотреть. Чат у нас сохраняется от случая к случаю. Иногда чат сохраняется, иногда не сохраняется. Я не понимаю, с чем это связано. Я всегда ставлю галочку, чтобы чат, значит, чтобы чат сохранился. Но он через раз у нас сохраняется. И чат появляется после завершения эфира примерно через 20-30 минут. Вот эфир заканчивается, мне начинают писать «нет чата». Подождите 20-30 минут, возможно, он появится потом. И тут, конечно, стоит вспомнить, что как бы не получилось конфликта у Галкина. Потому что если он навострил лыжи на все вот эти гей-тусовки сейчас, если у него появился новый любовник, до этого, значит, говорили, что он с Дроботенко зажигал, ну очень по-тихому, по-тихому. Даже никаких ни фото, ничего. То есть прям шито-крыто. Все, молодец. Не то, что Киркоров. Но говорят, что если Галкин сейчас всегда даст волю, может его постичь судьба Киркорова. Потому что главная причина, почему Пугачиха рассорилась с Киркоровым. Потому что у них был договор. Да, вот у нас вот этот фиктивный брак, но ты не говоришь о том, что ты гей. До гробовой доски ты скрываешь. Никто не должен об этом знать, чтобы моя пугачевская репутация как бы тоже сохранилась. Я не хочу такого позора. Вот, это она так считает. А Киркоров стал себе позволять вот эти тусовки постоянные с качками, то с одним качком, то с другим качком. Потом вот ее уже добило Пугачиху, когда он с Давой пришел в подручку на МОЗ-ТВ. Помните, да, вот с этой Давой он пришел, со своей Давой, подручку. Пугачиха от него отписалась в Инстаграме. Она, говорит, просто рвала и металла. Говорит, ты нарушаешь все наши договоренности. Ну, это просто безобразие. Про Лену Катину Муженька поговорим. Да, конечно, Виталий. Обязательно поговорим. Вот. И вот, как бы говорят, Галкин тоже не разбушевал ее. Мне кажется, знаете, она уже сейчас в таком возрасте. Все-таки он заботится о ней, как о мамочке своей. А она его воспринимает в то же время тоже как своего папочка. Вот это такие уникальные отношения. Будем наблюдать за похождениями Галкина. И вот он прокомментировал слухи о проблемах с здоровьем Аллы Борисовны и ответил Соседову по поводу Горба. Говорит, все нормально. Говорит, Соседову нужно меньше увлекаться просмотром ужастиков перед сном, чтобы потом кошмары не снились. А Горбатая Пугачева говорит, это все твои соседовские фантазии. Говорит, не дождетесь, прекрасно она себя чувствует и всех вас переживет. Что, конечно, звучит угрожающе. Вот, ребята, сейчас обсудим послание Путина. Елена пишет, а мне не ответили. Елен, где не ответил? Напиши еще раз, прям сейчас. Елен, давай, прям сейчас тебе отвечу, напиши. Жду твое сообщение. Елена обиделась, что я не ответил ей. Очень много сообщений. Ребят, не успеваю все читать, тем более с моей дизлексией. Жду сообщения от Елена. Елен, сейчас отвечу, давай, чтобы ты не расстраивалась. Екатерина пишет, Алекс, как долго я вас ждала, так интересно. Подаете информацию. Екатерина, спасибо огромное. Мне очень приятно, что вы меня смотрите. Елена не пишет пока ничего. Серж спрашивает, да, вы гей. Серж, ты где был все это время? Мы выяснили, что да, вы гей примерно еще года два назад. Ну, конечно. Елена так ничего не написала. Может, это она не мне писала, а кому-то из чата. Ну, ладно, ребят. Рубенс, фалка пишет. Говорят, Галкин. Ой-ой-ой, сообщение скачет. Куда не убегать? По характеру норм. А как можно дружить с Пугачевой? Стремная, неинтересная, мстительная и страшная. Ну, денег-то сколько он за счет Пугачевой получил? Понимаете, если они подписали контракт, он соблюдает. Я, кстати, знаете, думал по поводу Галкина. Ну, вот не вызывает он такого отвращения. Во-первых, конечно, как Киркоров, он не вызывает отвращения. Это абсолютно точно. Но меня же часто вы спрашиваете, говорят, Алекс, какие парни тебе нравятся? Вот, может, там, Лазарев или Билан из известных, да? Нет, ребята, потому что изначально, когда они появились, они, конечно, были красавчиками. И Билан, и Лазарев. Но вот это их приспособленчество, раз, и трусость, два, они настолько являются отторгающими качествами для меня. Я терпеть не могу трусливых людей, а особенно мужиков, ребята. Трусость в мужике – это самое отвратительное, я считаю, качество. Бояться можно. И я боюсь чего-то, и каждый человек что-то боится. Нет бесстрашных людей. Но смелость, она выражается все-таки не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы бояться, но идти навстречу страху и преодолевать. А вот эти, как Лазарев, Билан, они вот головки свои в песок вставили, да? Да, и вот так вот. Так, сообщение от Елены я не увидел. Ну ладно, видимо, это она не мне писала. Елена, про Белгородскую область. А что про Белгородскую область, я не видел вопрос. Так, Ксения пишет, мы Алекса только хорошие руки отдадим. Спасибо. Так. Артем Пермиловский пишет. Для человека с дизлексией ты прекрасно справляешься. Пример того, что все возможно. Да, мне просто тяжело читать, но мне легче прочитать короткие фразы. Когда текст идет вот такой, уже все. Мне прямо очень тяжело, я прямо не могу. Короткие такие, мне полегче, конечно. Виолетта, Виолетта, привет, я тебя приветствую. Рад, что ты присоединилась к нашему чату. Виолетта, пронайтите. Алекс, вы второй блогер из тех, кого я смотрю. Кто страдает дизлексией? Ну вот так вот, видите? Ну да, ну Степанова тоже говорила, что Степашкина страдает, страдает. А что, Садальский гей спрашивает все обо всем. Да, у меня про Садальского и Кандалаки есть отдельный ролик. Посмотрите на канале. Виталий. Виталий призывает, когда уже обсудим Лену Катину. Сейчас мы до нее дойдем. Ребят, давайте послание Путина. Быстренько пробежимся, потому что тема важная. Долго Путин переносил, отменял. И вот начали опять поговаривать, что на самом деле Путина нет в живых, что работают его двойники. И вообще, почему все время отменяется это послание. Очень странно. Кстати, в прошлом году не было послания. И получается, что Путин в очередной раз нарушил закон. Вот мне, кстати, всегда интересно. Вы же знаете, я стараюсь беспристрастно. То есть, если есть какие-то плюсы, я всегда отмечаю. Вот даже Симоньяншу терпеть не могу. Но я же отметил ее какие-то плюсы. Я говорю, что она хорошо говорит, знатно врет. То есть, она профессиональная пропагандовская. Я всегда отмечаю какие-то качества. Мнучаров, если задал какие-то неудобные вопросы, я тоже сказал, что были неудобные вопросы от него. Денис, спасибо еще раз тебе за донат огромнейшее. Очень благодарен за твою поддержку. Вот, значит, Путин, получается, нарушил в прошлом году закон. Он не вышел с этим посланием. Хотя по закону он обязан. И мне вот всегда, вот я спрашиваю, когда у людей, у тех нескольких людей, которые поддерживают Путина, да, их не очень много, но вот находятся. А вот то, что он законы нарушает, например, ну разве это нормально? Ну вот они что-то, ой-те-те, а мы не знаем, что он там нарушил. Вот рассказываю, нарушил закон. В прошлом году не было послания, хотя он обязан. А он, то есть, так, типа, ой, не хочу и не буду, да, ну не было настроения. Вот тоже, мне кажется, это показатель отношения, прежде всего, к своим обязанностям и к людям России. Ну отношения. Ну человек не выполнил, нарушил закон. Вот. Тем не менее, многие ждали его послания, потому что, особенно чинуши, для них важно понимать, что все под контролем, что они не лишились своего статуса, что они не лишились своей кормушки. Поэтому все ждали, не только простые люди, но и чинуши в первую очередь. Кремлевские все вот эти вот депутаты, чинуши, все они ждали. Значит, ну что он рассказал, конечно же, что все хорошо, все по плану, хвалил чиновников, обещает в очередной раз гражданам вот все вот эти социальные плюшки, мы поднимем пенсии, увеличим экономику, поднимем. В общем, в этом смысле ничего нового, и можно предыдущие послания открыть, и ты поймешь, что, ну как-то все, мы это уже слышали, да? Мы это все слышали, когда поднимать ты собираешься? 20 лет прошло. Что-то ты как-то это, ну пора бы уже. Вот. Политологи сравнили послание Путина с письмом дяди Федора из Простоквашина и сказали, что было очень много несогласованностей в его тексте. Очень много каких-то отступлений, метаний, из темы в тему. Как-то все это странно выглядело, не очень логично. Опять же, не оправдались вот эти вот страхи. Многие боялись, что он сейчас выйдет и скажет, что он присоединяет Беларусь, да, что Беларусь войдет в состав России, ну либо объявит Абхазию и Осетию, частью России. И вот тут, конечно, белорусы и грузины после этого послания облегченно вздохнули. По крайней мере, пока ничего такого не планируется. Ну вот из всего этого послания можно сделать такой вывод, что война Путина объявляется вечной. То есть мы никаких победах не можем объявить сейчас. Ну как бы ладно, а что? Нас всегда не любили, на нас всегда нападают. Вот мы и вынуждены держать оборону. Нападают на нашу культуру, на нашу церковь. Война всегда была и сейчас идет. Все в стране едины, все поддерживают Путина. Проехался он по тем, кто уехал. Тоже все предатели-предатели. Ну, говорит, у нас много добровольцев, экономика растет, банки крепкие. Ушедшие с рынка компании заменяют новые российские. Ну, что-то его, понимаете, все эти речи. Вот экономисты как-то скептически смотрят, да? Смотрят и говорят. Что-то как-то слова президента не очень соответствуют. Да? Не очень соответствуют. Ну, в принципе, как всегда. Сказал он, что безработица, безработица, оказывается, в два раза уменьшилась. Ну, извините, а если народ распугать, если миллионы людей уедут из страны, если сотни-сотни-сотни тысяч отправить на мобилизацию, конечно, безработицы не будет. Потому что освободились рабочие места, людей, которые работали на заводах, их отправили с ружьем, и теперь он гордится, что безработица у него в два раза упала. У меня нет слов просто, ребят. Просто нет слов. Иначе как бессовестность ее это не назвать. Ой, сейчас постараюсь успокоиться. Ну, вот были вот эти все обещалки про социальную помощь. Я вот испытал в очередной раз эффект дежавю, потому что все мы это уже слышали. Мы и в нулевые это слышали, и в десятые годы. Вот эти все обещалки про социальную помощь. Единственное, какое различие сейчас, вот самое главное, принципиальное различие, в том, что теперь вот эти обещалки, они в контексте войны. То есть, если вы погибли, мы вам компенсируем. Вот ваша семья обогатится. Вот это изменилось. То есть, те же самые социальные обещалки, ну, вот погибли, не расстраивайтесь, мы вам все компенсируем. Будьте вы героями, в рай попадете, ну, и семьи обеспечьте соответственно. Так как элитам перекрыли кислород сейчас, элитам перекрыли кислород, то тоже вот он дал им отмашку, что ничего, ничего, не бегите, не увозите деньги, будьте делать, что хотите тут. Можете жаровать пуще прежнего. Ничего не надо вам, не отчитываться ни перед кем, ни налоги, ничего, только оставайтесь. Вот никаких преследований не будет, как при Сталине. Два часа он хвалил всех, всех хвалил, как всегда, много обещал. Значит, эксперты что говорят, что очень много людей недовольных, поэтому он опять начинает плюшки обещать. И самое главное, ребята, очень много недовольных Путином среди элиты. Поэтому он сейчас пытается их задобрить. Это потому что очень опасно для его положения. Ну, и послание всему миру, то есть то, что мы уже забрали и присоединили наше. А вот что меня касается, да, особенно, значит, дал им понять, что сейчас у нас в России идет идеология, которая будет объединять всех россиян. Это значит борьба с ЛГБТ. Это практически объявлена национальной идеей. Борьба с ЛГБТ. Понимаете, как решили объединить? Интересно. Рассказал он, что бедных священников заставляют заключать однополые браки. Ой-ой-ой, что творится там? А то, что скандалы со священниками-геями в русской православной церкви постоянно, мы чуть ли не каждый месяц об этом читаем из российских СМИ, из всяких, да? Вот тут он умолчал, да? Потому что главное, чтобы принц был тихонечко. Помните вот эту фразу крылатую? Помогите девочке, только чтобы тихонечко, тихонечко помогите. Вот, и тут тоже тихонечко, значит, священники, священников на Западе заставляют заключить однополые браки, а то, что наши священники творят в церквях, это тихонечко. Священные тексты подвергаются сомнению, англиканская церковь планирует рассмотреть идею гендерно-нейтрального бога, возмущается Путин. Вот, как вы помните, он даже не разбирается в чем отличается гея от трансгендеров, как-то он назвал трансгендеров трансформерами, ну а что вы хотите вообще от этого человека? То есть он не понимает, что он говорит. И к вопросу о соблюдении Путиным законов. Ребят, вот я считаю, это все-таки очень важно. И я обращаюсь вот к тем нескольким людям, которые за Путина. Смотрите, вот опять же, если мы берем все эти рассуждения Путина про религию, ведь он опять нарушил закон. Почему президент все время нарушает закон? Я не могу понять вот это. Смотрите, я нашел в интернете опубликован этот закон. Закон 125 ФЗ о свободе совести и религиозных объединениях. Что там говорится? Это очень важно. Это закон, который нарушает Путин. Российская Федерация, светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства. Это закон 125. Значит, я порылся еще, еще один закон нашел. Закон 495. Сейчас прочитаю твой донат, Денис. Следующий закон. Значит, должностные лица органов государственной власти, других государственных органов и органов местного самоуправления, а также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования того или иного отношения к религии. То, что у нас Путин постоянно делает. То есть он нарушает законы. Ребята, это как? Это нормально вообще? То есть мы все время видим, как он стоит в храмах со свечками. Вот эти попы напевают ему серенады. У самих одеяния, у попов за сотни, сотни, сотни тысяч рублей ребята рассекают на дорогущих иномарках. Те, кто поумнее, ставят не прямо у храма, а подальше. Я сам наблюдал. Вижу, поп с попади приехали к храму и смотрю, припарковались, вот я лично видел в России, да, в Подмосковье это было как раз, припарковались не у храма, смотрю, что-то далеко поставили и прут, по снегу прут. Но и тот, который поумнее, да, чтобы другие не видели, чтобы прям так явно-то не было видно, что на иномарках рассекают. Вот. И опять же, закон, вот 125, согласно конституционным принципам, государство не вмешивается в определение отношения гражданина к религии, в испытании детей родителями или лицах их заменяющими в соответствии с их убеждениями и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу вероисповедания. Это к вопросу о том, что в школах сейчас у нас началась принудиловка, да, вот это вот поповедение, какую-то фигню там, нарушение закона. Ну а что, ребята, что будут делать, как вы считаете? Просто перепишут законы и все, под Путиным. И опять же, ребята, сколько раз он уже переписывал. Он обещал пенсионный возраст не поднимать. Обещал, обещал. Поднял, поднял. Чего держать-то слово, ребят? Ну дал, взял, ну а чего? Народ ничего не помнит, чего он обещал. Сейчас вышел вот опять и плюшки пообещал все опять. Да, неужели, неужели оплатишь нам? Вот. Пенсионный возраст поднял, хотя обещал не повышать. Значит, Конституцию обещал не менять? Обещал. Постоянно, начал президентствовать. Говорил, Конституцию ни в коем случае это основной закон страны. Вообще не притронусь никогда, ни при каких обстоятельствах. Все перечеркал. Мы с Медведевым договорились. Они договорились. Вот. Ну то есть врет постоянно. Постоянно врет. Ну, я считаю, если человек даже один раз соврал, уже нельзя верить президенту. А когда он столько раз врал, точнее, я придумал, ребят, ну то вы можете посмотреть те видео. Вот одно говорил, а сделал другое. Ну как можно верить президенту, который врет? Я просто не понимаю. Вот я не политолог, я обычный простой человек. Я вижу, президент врет постоянно. Что такое вообще происходит? Очень странно. И вот он сказал, что мы самая свободная страна. Очень сильное заявление для человека, президента в стране, где сажают людей за лайки. За лайки сажают. Свободную страну он нашел. Ну и отдельного внимания заслуживали, конечно, хари, чинуш, которые там сидели. Все смеются, весь интернет над этими харями. Знаете, вот вся вселенская тоска на физиономиях этих чинуш была выражена. Вся тоска. Вот эти мордовороты в дорогих костюмах западного производства. Кстати, сам Путин критикует запад у самого и часики западного производства и костюмчик. И вот этот его известный пуховик почти за миллион рублей западного производства. То есть запад плохой, но мы будем пожинать плоды этого запада ужасного. Мединский там все боролся желанием заснуть одним глазом. Знаете, то левым на него смотрел, то правым на него смотрел. Ой, пытался поймать фокус. Как говорят, да, пытался поймать фокус то одного двойника Путина, то другого. Вот. Ну вот все. В общем, короче, вы такой, что все на западе плохие, мы хорошие. Тоже такой вопрос у меня всегда людям, которые против запада. Вот вы приходите домой, да, все на западе плохие, все там плохо, мы одни хорошие. Вы посмотрите, что у вас дома российского производства, а что западное. Если все убрать западное, что останется? Все, холодильника уже не будет, микроволновки не будет, компьютера не будет, этого модема не будет, того не будет, всего не будет. Вот так. Ну как бы надо включать мозг, да, и смотреть на реальность. Вот. Ну неприятная эта тема, ребят, надеюсь, не скоро я буду возвращаться в эту политику, потому что каждый раз очень неприятно и прямо очень депрессивно это все. Денис, спасибо еще раз за донат. Ты пишешь, что он в курсе, если хочет бороться, что сами чиновники и полгосдумы сами ЛГА. А, ну я понял, да, что ты пишешь, что действительно в Госдуме очень много депутатов, да, все чинуши, они сами геи и лесбиянки, а планируют бороться с геями. Ну это вот лицемерие, конечно. Лицемерие. Ну это же законы все для народа. Для народа, для них не надо. Поэтому для народа все что угодно можно, а им, а им хоть бы хны, да, им позволено все абсолютно. Так, мы сейчас, ребята, с вами целый час 25 минут в эфире. Пожалуйста, поставьте лайк на удачу. И сейчас я отвлекусь на сообщение доната, если они у меня появились в Donation Alerts. Если вы хотите меня поддержать донатом, пожалуйста, присылайте по ссылкам в описании видео. Селезневая Ирина. Благодарю за донат. Пишет она мне. Алекс, привет. Привет, привет. Люсьен отправила донатное сообщение. Люсьен пишет, ты просто умничка так держать, твоя улыбка и твои приколы это что-то. Люсьен, спасибо огромное за поддержку. Михаил Анипкин написал, спасибо за эфиры, Алекс, приятно видеть умного, адекватного человека в это жуткое, невменяемое время. Выходи чаще. Михаил, спасибо огромное за поддержку. Марк Фейгин отправил донат. Марк спрашивает, можно ли допустить, что пропагандисты сами верят в то, что говорят. Такую чушь нарочно не придумаешь. Ну, я думаю, что они не верят. Просто это наглые люди. Возможно, там есть какие-то фанатики отдельные, да, единицы. Но повально, я думаю, они все прекрасно понимают. То есть, это чисто ложь для народа. Это мое мнение. Да, Марк, спасибо тоже за донат. Лайк на удачу. Спасибо, Марк. Так, Марк, ты мне несколько донатов отправил. Спасибо тебе огромное. Очень благодарен. Тати Андре тоже отправила донат. Благодарю Тати за поддержку. Атокса получил не грусти, похрусти. Я, кстати, тоже иногда говорю не грусти, похрусти. Спасибо за поддержку. Все, прочитал, прочитал донаты, ребята. Видите, полтора часа говорил, и уже у меня голос стал хрустящий такой. Ребята, оставаться ли мне в эфире с таким голосом или прерваться и в следующий раз договорим нашу тему? Напишите, пожалуйста. Денис, спасибо за сообщение. Денис пишет. Ладно, мальчики и девочки, мне пора. Удачи всем. Давай, счастливо. Будем тебя ждать на следующих эфирах. все пишут, лечи голос. Оставайся. Кто оставайся, кто лечи голос? Оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королем, пишет Sunlight Shadow. Ладно, ребята, вроде немножко я так откошленулся. Если прям совсем будет пропадать, то будем сворачиваться, пока вроде немножко голос есть. Итак, ребята, скоро мы перейдем к мужем Леонера Лены Катиной. Ну, раз мы вот эту всю шарманку подняли, давайте буквально пару минуток про Газманова. Ребят, я вот посмотрю, тут, кстати, вышло буквально несколько часов интервью Газманова у Алены Булина. Я его не смотрел и, наверное, не буду, потому что, ну, а что от Газманова я узнаю? Вот я, ребята, его не смотрел. Если кто смотрел, напишите мне, угадаю я или нет. Наверняка он будет говорить, что то, что его обвиняют, что он сосет из госбюджета это все неправда. Фейки, фейки, фейки. Я, значит, главный патриот страны, мы победим тыры-пыры, все дела. И, наверное, он будет говорить, опять жаловаться на сына, что нет внуков у него. Ну, потому что вот эту шарманку я слышу уже последние 7 лет. Что он еще там может сказать, ребята? Если кто-то видел, напишите, что там интересное было у Газманова. Не смотрел это интервью, но, думаю, вот то, что я сказал, вот это, наверное, основная тема эфира и будет. Попался мне на глаза давний клип. Он перезаписал клип на песню 2008 года «Солдаты России». И люди увидели в клипе Газманова пропаганду ЛГБТ. Ту самую пропаганду ЛГБТ, с которой Газманов так борется. То есть клип представляет собой набор гламурных сцен о службе в армии в перемешку с крупными планами самого Газманова, который там топ-лес, и кадрами Второй мировой. Газманов, конечно, хорошо выглядит для 1971 года. Он, мне кажется, выглядит на 50. Причем так вот хорошо на 50. 71 год. Ну, это круто. Но пользователи интернета все-таки обратили внимание на явную эротику. Такую прям явно выраженную эротику этого клипа. Голые накачанные мужские тела, снятые с разных ракурсов. Для кого, ребята, снят этот клип? Вот пользователи задаются вопросом. То есть клип на военную телу. Голые вот эти накачанные мужики. Кем? Кого Газманов хочет завлечь этими мужиками? Ну, если он хочет завлечь значит на фронт новых мужиков, то почему он решил вот этими голыми телами их завлечь? Если женщин, женщин у нас пока не призывают. Конечно, можно пойти санитаркой, там, добровольцей. Добровольно, это все понятно. Но вот все-таки странный такой был посыл привлекать мужским телом. И сам он тоже вот обнажился, топлис. В общем, люди сделали вывод, что, скорее всего, клип этот снимали геи, поэтому так красиво и сделали с акцентом на мужскую красоту. Ну, и, получается, снимали геи для геев. Вот. А и Газманов там тоже присутствует. При том, что он гомофоб. снимались там профессии анальные военные. Вот журналистка связалась с одним из героев Владислав Смирнов. Он играет там роль лейтенанта. И спросили, говорят, а почему вы на не специальные военные операции? На что вот этот сказал военный? То есть, он военный, он играл роли лейтенанта. Он говорит, это вопрос личный. Данную тему я обсуждать не буду. А журналистка продолжила спрашивать, говорит, а увидели, что все пишут, что это пропаганда ЛГБТ? Он говорит, нет, говорит, комментариями я не интересовался, но Олег Газманов, значит, как он написал? А, но Олег Газманов, парень не промах. То есть, его взволновал Газманушка, как мужик в этом видео. Главный герой этого клипа ЛГБТ-шного Газмановского, который по сюжету уходит в армию от беременной жены, оказался профессиональной моделью, то есть, он не военнослужащий, ну, как часто бывает. Актер 22 года, Павел Черкасов, его зовут, и нашли в интернете его анкету на сайте кастингов. Он пишет о себе. Легко обучаемый, готов работать часами для достижения цели, открыт для всех видов съемок. Три восклицательных знака. То есть, у нас геев запрещают, Газманов, гомофоб, при этом вот эти вот обнаженные мужские тела используют в клипе. Очень, конечно, странно. И особенно странно, когда такая гомофобия, да, при этом, как будто, то есть, это выглядит так, как будто они геев зазывают в армию. То есть, геи подходят в армию, для всего остального не подходят, голосовать нельзя, браки нельзя, ничего нельзя. Но если хотите на фронт, пожалуйста, геи, мы вас ждем. Ну, вот я именно так читал весь этот посыл. Обвинили Газманова в том, что он получил очередные 17 миллионов рублей на создание какой-то там интернет-базы патриотических песен, какой-то фигни. Вот из президентского фонда культурных инициатив. Ну, Газманов отрицает все, как всегда, отрицает. Он же патриот, но, видимо, бесплатно работает. Видимо, работает бесплатно. Денис написал «Алекс, лечи голос, в следующий раз продолжишь. Ты тут девочкам нужен, живым и здоровым. Кто со мной согласен, ставь плюс». Ну, вот я немножко запил, у меня немножко голос вроде как освежился. Ну, попробую еще поговорить. Вот так, ребята, отрицает. Он все отрицает, но пишет, что все-таки денежек ему выделили. Ну, я не могу поверить, что Газманов у нас бесплатно брынкает. И голоторсит. Думаю, все-таки денег он получает. Родной сын его, Родион Газманов, известный, супер-хитом про собачку Люси. Многие удивляются, почему вот ты такой патриот, а сыну тебя не служил. И вот Родион Газманов все время отнекивается, отнекивается, говорит, ну, он музыкант, что вы от него хотите, от него никакой эффективности не будет на фронте. И вот Родион подал свой этот голосочек, 41 год, и говорит, что в финансовой академии, где я учился, есть военная кафедра, значит, но там меня готовили по финансовой специальности, поэтому, если бы был нужен финансист Родион Газманов в армии, то меня бы, конечно же, позвали. На сборы мы ездили, но все это было, но в итоге, от того, что меня не было в армии, а обороноспособность страны только выиграла, заявляет Родион. Мне кажется, выиграла бы не только обороноспособность страны, если бы его не было, ну, и знаете, если бы его на сцене не было, я думаю, тоже многие бы возрадовались. Завывает вот эту вот Люсиндру свою, Люси, Люси, видимо, до седых мудей будет это делать, ребята. Вот такое безобразие, понимаете? Такой вонючий случай. 1712 человек у нас в эфире, 987 лайков. Ребят, пожалуйста, поставьте лайк на удачу. Позже я еще почитаю донаты, если вы хотите меня поддержать, то все ссылки в описании. Ну и вот ровесник Азманова, ребят, давайте сейчас прям быстренько по новостям продвижимся. Ровесник Азманова, Аркадий Упупник, он же Укупник, отметил 70-летие. Аркаша у нас известен вот этим мировым хитом «Я на себе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт». Это вот его мировой суперхит. Песни его пела и Пугачева, и Аллегрова, и Влад Сташевский, и Долина. И вот, соответственно, он организовал всю вот эту вечерину. Ну, пришли туда и Агурбаш, и Долина, и Маша Распутина. Многие обратили внимание, что у Маши Распутина, так же, как у Маши Малиновской, губы что-то начали увеличиваться в геометрической прогрессии. Вот это вот, понимаете, зависимость какая-то от накачивания странная. Очень странные силиконовые кондиции губы, губоньки у Машеньки. Вот, что-то она там выползла на сцену, пыталась изобразить под фанеру, но выглядело все это нелепо. И говорят, конечно, что вот эти все раскачанные губы Машки Распутины, они отражаются на дикции. То есть она так пришипетывать начала. Это как вот у Малиновской, я тоже помню. Дольно там тоже начала пришипетывать, правда, по другой причине. Дольно изрядно бухнула на этой вечеринке. Поначалу вроде держалась, держалась, потом так подбухнула. Она же, говорят, еще часа пять на диетах на этих. Ничего не ест. Подбухнула и начала падать с ног на всех гостей. Ну и закончился вот этот праздник жизни многоярусным тортом со свечами, который юбиляр задул под аплодисменты гостей. Все откусили по кусочку от тортика, кроме долиной. Ну, ее руки были заняты стаканчиками. Вот, поэтому вот так. Многие отметили, что Долина худеть, продолжает худеть. Денис пишет, сколько тут хороших мальчиков и девочек думают о здоровье Алекса. Молодцы. Ну, а кто холостой и горящий, пишите в личку Алексу. Денис, спасибо большое за поддержку. Значит, да, говорят, что Долина продолжает худеть, и вот подозрение такое, что якобы она навострила лыжи на замужество. Потому что недавно у нее проходил концертик и поклонник в возрасте, ну, немножко помоложе, чем Долина, ну, тоже где-то там ей 67, ему там где-то в районе 60, говорят, вышел на сцену, подарил ей кольцо. Долина говорит, я хотела вернуть, но он был таким искренним, таким искренним, что пришлось взять. Ну, это, знаете, смешное оправдание. Я помню историю, когда Долиной принесли колье на съемку, посниматься фотосессию. Она в это колье Долина вцепилась и говорит, нет, я думала, мне подарили. Вот, и тут она, значит, заливает, что она хотела вернуть кольцо. Ой, ну, смешно, ребят. Но говорит, что замуж она не пойдет. Поддерживаю, говорит, стройность для себя любимой и не зажираюсь. Не зажираюсь. А вот зажравшийся овцой назвал свою женушку, новый муж, Леной Катиной, солистки группы Тату. Вот меня просили, наконец-то, про Лену Катиной из группы Тату. Ребят, так и сказал, говорит, сучка она, зажравшаяся овца. Значит, миллионер Дмитрий Спиридонов. Ребята, страшен этот миллионер, как ядерная война. Вообще, Лена Катина, она всегда что-то выбирает каких-то страшненьких мальчиков. Я лично знаком с Леной Катиной. Лен, если смотришь, привет. Ну, меня немножко пугают твои мужики, честно говоря. Проводили мы с тобой фотосессии очень удачно и для российского гей-журнала, и для западных журналов. Ну, вот эти твои мужики, Лен, я прям нечуть страшно. Каждым разом все страшнее и страшнее. И вот этот ее миллионер Спиридонов. Боже мой, без слез не взглянешь. Ну, как ядерная война страшен. Ой, кошмар какой. Предыдущий был страшный, но этот просто ужас. Значит, Катина ждет теперь второго ребенка от него. И вот он рассказал, говорит, был он когда-то фанатом Тату, подходил к ней сделать селфи, а теперь поносит ее последними словами. Причем, знаете, с ехидной улыбочкой, я посмотрел видео из их там Инстаграма, ну, как он с ней разговаривает, это просто жутко. Она что-то улыбается ему в ответ, но сейчас мы обсудим, почему так происходит. Значит, поклонники в шоке вообще, как он с ней общается. Катину это не смущает. И она говорит, я помню, как он подходил ко мне делать селфи, трясся передо мной, как каштанка на помойке. То есть, ребята, высокие отношения, да? Этот называет Катину губья уже заплетаются. Зажравшийся овцой Yes! Сделал, я сказал. Это, значит, называет его в ответ каштанка на помойке. Сам этот ее миллионер, мужичок страшный, не отрицает, говорит, да, не отрицает этот факт. Я, говорит, думал, задружусь с ней. Все-таки она солистка группы Тату, известная на весь мир. Я хотел, с помощью нее свой бизнес раскрутить. То есть, он так разоткровенничался. Не знаю, это искренность такая или глупость. Вспоминает он, как пригласил ее на свиданку. Говорит, была холодной, вся такая, говорит, я самостоятельная. И, говорит, я думаю, вот же сучка какая, говорит, сразу видно, говорит, зажравшаяся овца. Это он про нее так говорит, про Лену Катину. Но, вот видите, в итоге они через год сыграли свадьбу. Подружился он с сыном Лены, Лены Катиной, Татушкиной. И, говорит, спросил даже у сына разрешение. Говорит, не против ли ты, чтобы я, значит, женился на твоей мамке. Ну, вот, говорит, он дал согласие. И вот самое интересное. Значит, поклонники в шоке, как он общается с Леной Катиной. И в еще большем они шоки, что она все это позволяет. И стали говорить о том, что на самом деле их отношения, они носят чисто такой меркантильный характер. Что вроде как вот он ее юзает, потому что она солистка группы ТАТУ. Ну, вроде ничего такая у нее, там сисечки и все, ну, окей, пусть будет. Тем более, он сам страшный такой. А она вроде как клюнула на миллионы. Ну, это пишут. Не я утверждаю. Лен, если что, не обижайся. Это не я утверждаю. Это я обсуждаю то, что пишут. Не верят в искренность их отношений. Ну, какие аргументы, ребята? Ну, аргументы стоят миллион рублей. Значит, во-первых, подарил он ей Бентли за 29 миллионов рублей. А до этого еще было кольцо за 13 с половиной. Ну, правда, всего три карата. Даже у Пескова и то. Больше каратов, я помню, на руках. Но все равно 13 с половиной миллионов, то есть это можно двушку в Москве купить за такую сумму. Ну, и Бентли за 29 не валяется на дороге. Ну, вот мне показалось вот это все общение его с Ленкой такое неуважительное. Это все похоже также на какую-то скрытую агрессию. Знаете, когда люди прямо не могут сказать о каких-то претензиях, они подкалывают. Он ее подкалывает просто очень жестко. Спуску ей не дает, но она вот все терпит. Видите, зажравшийся овца, она ой-ой-ой, хорошо, хорошо. И поехала на Бентли рассекать. Вот так вот, ребят. Я бы не смог такое терпеть, честно говорю, потому что для меня очень важно в отношениях и в дружеских в том числе, чтобы меня любили, чтобы мне говорили, что я прекрасный, замечательный. Если мне все время будут как-то критиковать, что-то не то говорить, мне такие отношения не нравятся. Я это не приношу. У меня очень сильная самокритика. Я и так сам себя критикую постоянно. Поэтому еще какая-то дополнительная критика от мужа либо от друзей, мне она не нужна. То есть я должен быть в отношениях царем и богом. Вот. Я прекрасный, идеальный человек. Они мне должны говорить это каждый день. Вот, ребят. Можно даже несколько раз в день. Вот такие вот дела. И к вопросу о зажравшихся. Лолита. Говорит, достали меня спрашивать про похудение. Четыре года назад она скинула 20 килограммов. И вот с тех пор от нее просто не отстают. Все время спрашивают, что за такая чудо-диета Лолиты. В интернете постоянно всплывают вот эти все сайты дебилистические. Там пишут, Лолита похудела, потому что она начала принимать. И вот три точечки стоит, чтобы люди нажали и там вот потом еще заплатили чего-то. Это из серии там Наташа Королева так помолодела, потому что ночью она подошла к зеркалу в ванную и увидела, да, и вот три точечки. Дальше там люди должны нажимать уже смотреть, куда, чего, на какой кошелек отправлять денежки, чтобы узнать, что она там увидела в зеркале Наташи Королева. и не содрогнулась даже. Ну и вот чудо диет Лолиты, да, она говорит, просто я, отвалите, говорит, от меня, отвали моя черешня. Сходила я к эндокринологу, говорит Лолита, я наладила гормональный фон себе, мне подобрали диету, вот вы видите результат, но не верят ей ребята, говорят, мы не верим, все-таки ты наверняка себе делала вот эту операцию на желудке, да, ребят, как называется на желудке операция, не помню, что-то резекция какая-то, да, не помню, ребят, ее обвиняют, не верят ей. Ну и вот тут она тоже юморнула, как-то в инстаграме написала, сколько бы я не рассказывала, что чудесных пилюль не существует, мне никто не верит, так вот, говорит, сейчас я съела порцию мороженого, острую курочку и выпила бутылку молока, но, говорит, не пытайтесь повторить это, потому что я еще выпила лекарства для поджелудочной, на всякий случай, ну такая вот юмористка у нас, лолитка. Сталкер пишет, Лена в обиду себя не даст, в этом плане она не уступает прежней Волковой, ну Волкова меня кинула, вы знаете, с фотосессии, нехорошая это Волкова, потом она еще и в гомофобию перешла, у меня отдельный есть ролик про татушек, про Волкова у меня еще есть отдельный дополнительный ролик про ее гомофобию, но вот про мой личный опыт общения с Волковой и Скатиной можете посмотреть на канале, называется он «Звезды разводилы, верните мои деньги», можете посмотреть. Ну и давайте сейчас мы закончим вот эту вот тему со всем этим жором. Ольга Орлова, которую мы недавно обсуждали в одном из стримов, это солистка группы «Блестящие», все обсуждали, кто вынашивал ее ребенка, помните, да, уже не буду повторяться, значит, после рождения дочки, по-моему, ее Анна назвали, насколько я помню, мгновенно она пришла в форму, уже сбросила 10 килограммов, и вот тоже, опять же, да, многие стали писать, ну, наверное, все-таки не она вынашивала, ну, как так быстро она пришла в форму, не могут люди успокоиться, все-таки не могут, но Орлова прокомментировала, говорит, я ем все, все, что хочу, никак себе не сдерживаю, но ем по чуть-чуть, вот все, что угодно, и жирное, и сальцо, и все, что угодно, главное, по чуть-чуть, и говорит, вот на ночь не нажираюсь, мечтаю, говорит, уже скоро сходить в салон на обертывание. Многие делают комплименты Лере Кудравцевой, дескать, классная она такая, худенькая, красотка, младец, родила ребенка второго в 2018 году, пришла в форму, и тут она что-то разоткровенничалась, и говорит, на самом деле, ребят, я не пришла в свою прежнюю форму, я не особо довольна, Лера Кудравцева говорит, борода Гея Лазарева, нет, говорит, просто мне очень удачно подбирают одежду, я очень умело все скрываю и вам советую, но на самом деле, говорит, я не могу влезть в свое платье, уже больше половины, больше половины гардероба на меня не налазит, такие вот откровения, на нее нашли. Стали восхищаться также Анфисой Чеховой, произвела на фурор своими новыми фотографиями, впечатлительные подписчицы тут же завалили ее сообщение, боже мой, Анфиса Чехова, ты в два раза прямо уменьшилась, что вообще происходит, выглядишь невероятно, ощущение, что килограмм 30 сбросило, у меня, кстати, пошел дождь очень сильный, наверное, слышно, да, ребята? Вот, все стали писать, как так, открой секретик, прям какой-то у нас, ребята, сегодня день откровений, Чехова не стала врать тоже, и призналась, говорит, это моя помощница, перебралась с фотошопом, говорит, я всегда пользуюсь фотошопом, всегда себя корректирую, но тут что-то она действительно меня, говорит, сузила, а я не проконтролировала, говорит, я уже сделала, нагоняй, вот, это 30 килограмм она мне сбросила с помощью фотошопа, ну, что, ну, хорошо, когда вот так вот откровенно люди говорят. Давайте отвлекусь на чат, а потом мы обсудим с вами Кэти Тапурио, этого самого бывшего Бузовой, Шепелева, Гагарину и женушку Петросянки. Да, в этой темке, я думаю, мы успеем. Вроде у меня голос пока так более-менее держится. Мария, я приветствую в эфире, Мария пишет, наконец-то попала в эфир, вы очень круто рассказываете, огромное спасибо. Так, промотаю вверх, посмотрю, что там были за, что было у нас в чате, меня многие просят обращать чаще внимание в чат, поэтому давайте сейчас я посмотрю. Многие делают комплименты Денису, который скинул несколько платных сообщений. Денису, еще раз тебе спасибо огромное, я говорю. Ребят, нас 1745 человек в эфире и 1078 лайков. Поставьте лайк на удачу, говорят, что это важно для продвижения Ютуба, надо делать. Марина Данилова пишет по поводу имени ребенка певицы Нюша, что Симба это домашнее имя. На самом деле девочку зовут Серафима. Мелисса сейчас модное имя, так же, как Оливия. Ты знаешь, я ни разу не слышал, чтобы она звала ее Серафимой, Нюша. А вот то, что Симбой она зовет, это да. Ну, возможно, возможно. Возможно, она и Серафима. Так глубоко я не копал в сторону Нюши. Так, Серж спрашивает про Диму Борисову и Андрея Малах. Ой. Ну, Андрей Малахов гей, конечно, мы это уже неоднократно говорили. Ну, Борисов в обе стороны метается у нас в обе стороны. Двухстволка, знаете, как говорят. Что вы думаете, просто так его Эрнст поставил? Новости он вел потом вот это шоу. Просто так никого, ребят, не ставят. Ну, не за таланты, к сожалению. Не за таланты. Ирина пишет, вот Газманов, как старое помойное ведро, только с новой кремлевской крышкой. Ну, к сожалению, к сожалению. Знаете, мне нравился Газманов, так хорошо было с ним общаться. Такой он был веселый, прикольный мужик, и вот не в ту сторону его понесло. Владимир пишет, тренируйте речевой аппарат, как героиня фильма «Королева бензоколонки». Тут дело не в речевом аппарате, а в том, что у меня хроническое. Вот это вот все дело с горлом. То есть, это не меняется уже. Так. Я сейчас пытаюсь найти сообщение по теме эфира, но все, я смотрю, как всегда общаются друг с другом. Поэтому я не вижу вопросов непосредственно по темам. Да, вот написала Ольга Соловьева «Резекция желудка». Ну, вот в этом как раз-таки и обвиняют Лолиту, которая похудела на 20 килограмм 4 года назад. Но Лолита не признается. То есть, она как партизанка держится у нас. Привет всем из Германии. Татьяна, привет, привет. Знаю, что в Германии мне тоже очень многие смотрят, что очень приятно. По всему свету нас смотрят, ребят. Это просто великолепно. Денис, спасибо еще раз за донат. Ты пишешь, есть девушки из ЛГБТ, кто ищет парня ЛГБТ для рождения ребенка. Готов стать папой. Принимаю предложение в личку. так, 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 так. У меня вот чат опять сдриснулся куда-то. Вот я читал, да, про Германию. Петр Первый пишется, хочу поделиться красивыми словами. Я все еще верю, что в мужском достоинстве главное не длина, не толщина и даже не форма, а мужчина, который болтается на нем. Это прикольно прозвучало. Это, видимо, у вас какие-то свои тут беседы идут, да? Мы вроде эту тему я не помним. Разве обсуждали мужчин, которые болтаются эффектно на своем достоинстве? Ну что, ребята, 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 мои хорошие. Оксана пишет, справедливости ради похудеть после своих родов легко. Я из роддома через 5 дней после Кесарева вышла. Минус 7,5 килограмм. Все просто. Ребенок 4,560. Воды и после Кесарева есть не могла. Еще через месяц минус 15. Но, видите, у всех свой какой-то индивидуальный опыт. Кто-то легко худеет, кто-то вообще не может, понимаете? Так. Алекс, сколько языков вы знаете? Русский и английский. Ну, не идеально. Так. Хорошо, ребята, давайте продолжим к обсуждению тем. Я чуть не нашел вопрос по теме. Поэтому давайте дальше. Будем продолжать. Ребята, продолжаем эфир? У нас еще несколько тем осталось, которые мы не обсудили. Как вам? Продолжаем? Напишите, продолжаем эфир? Или закругляемся? Продолжаем, да, все пишут? Пишут, да, да, продолжаем. Да, да, да. Хорошо, ребята. Значит так, смотрите, мы вот обсудили, получается, вот эту всю их форму, наших артистов, кто худеет, кто не худеет. Денис, спасибо тебе еще раз за донат, ты мне сегодня прямо задонатил. Ребята, чуть позже я зайду на Donation Alerts, прочитаю сообщение. Сейчас хочу вот с темами разобраться. Значит, Кэти Тапурия, солистка группы А-Студио, 36 лет ей, пишут, что вот она пошла на отчаянный шаг и опубликовала себя в Инстаграме в коем-то веке без фото, а нет, не опубликовала, а вышла в эфир в Инстаграме без макияжа. Вот видите, с одной стороны мы упрекаем артистов, что часто они используют фотошоп, что 30 слоев макияжа на них. Тут она вот появилась в эфире без макияжа Кэти Тапурия из-за студии и ей начали все писать, что типа, а что ты без макияжа так плохо выглядишь, мы разочарованы. Блин, реально, не угодишь, понимаете? Она может хотела себя натурально, она в общем расстроилась, расстроилась, она говорит, ребят, ну что, не настолько плохо я выгляжу, все ей стали писать, мы разочарованы. Мешки под глазами, говорит, у тебя, второй подбородок у нее нашли. Но зато после этого отпали претензии в пластике, потому что до этого Кэти Тапурию постоянно обвиняли, говорит, ты себе перекроила, подбородок себе отрезала, то урезала, то отрезала, и вот тут она вышла наконец-то без всего, и вот так, ребята, все признали, говорит, нет пластики, но, говорит, вернись к фотошопу, все-таки, чтобы глаза радовались, вернись, говорят, вернись к фотошопу, вернись. Так что, ребят, не угодишь, понимаете, хотела угодить, не смогла. Опять же, я считаю, для матери двух детей Кэти Тапури выглядит очень даже неплохо. Не только у нас девушки следят за собой, вот бывший Ольги Бузовой, футболист вот этот вот, горе-футболист Тарасов, провел таки себе операцию по наращиванию волос, волоски себе решил нарастить. Там же суть какая в операции? Берут здоровые вот эти вот луковицы с затылка и пересаживают на лысые места, да, ну вот в данном случае его это затылка на лоб. Не стал вам скрывать от своих фанатов и даже снял видео, как проходит эта процедура. Но, знаете, слабонервным лучше не смотреть, потому что выглядит это все не особо привлекательно. Стало мне интересно про эту процедуру, я решил почитать немножко. И вот оказалось, что да, в России набирает обороты эта процедура, все больше людей, у которых есть деньги, делают себе вот эту операцию, в том числе и мужчины. Но многие россияне, также предпочитают ездить в Турцию. То есть Турция, оказывается, славится вот этими пересадками волосок. Там, говорят, дешевле, и вроде как там все вот это поставлено на поток. Поэтому, видите, пол у нас меняют в Таиланде, а волоски наращивают в Турции. И вот говорят, что Киркоров, Левс и Стас Михайлов тоже повышали свою колоссистость как раз-таки в Турции. И раз уж мы по мужикам пошли, да, ребят. Вот Дмитрий Шепелев стал пришепетывать у нас. Вроде он на первом канале, был ведущим, у него довольно-таки четкая была дикция. И тут что-то Шепелев начал пришепетывать. Многие удивились, что такое. Шепелявость какая-то из него полезла неожиданно. И вот он сделал официальное заявление. Решил он заняться внешностью. Сейчас он особо как-то не работает. Он там с ребенком. Подлечил он зубки себе. И установил он себе, оказывается, элайнеры, ребята. Это эластичные капы для исправления прикуса и выравнивания зубов. Говорит, я не привык к посторонним предметам во рту. Хотя слухи ходят разные. Но он, говорит, не привык к посторонним предметам во рту. Поэтому проблемы, говорит, у меня сейчас дикции. Извините, ребята. Говорит, вот так я разговариваю. Но ничего. Говорит, зато я теперь такой загадочный мужчинка. Буду пришепетывать. Опять же, вот фамилия моя Шепелев. И вот все теперь органичненько выглядит. Шепелев у нас пришепетывает. Но, знаете, вот тоже, опять же, его же подписчики не были к нему благосклонны. Написали, говорит, видимо, нет работы у Дмитрия. Не хотят его возвращать ни на Первый канал, никуда. Как-то вот он, поэтому сейчас те денежки, которые он себе накопил, вот он их тратит. Что у него там с карьерой будет, непонятно. Не только у нас Шепелев стал пришепетывать. У Гагариной та же самая проблема вдруг проявилась. Полина Гагарина начала пришепетывать помаленьку. Поклонники тоже что-то взбудоражились. И говорит она, ребята, ну у меня аллергия на губах. Говорит, так раньше сильно не выражалось это все. Но аллергия на холод в последнее время пришепетываю. Прям как Шепелев. Губы у меня покрываются коркой. Приходится отмачивать, ребят. Представляете, Гагарина отмачивает губья свои. Это все отражается и на голосе, и на внешности. Поклонники пишут, что как-то она уже стала на лободу даже где-то похожа, да, с этими губами. Там она в фотошопе как-то пытается все исправлять. Но вот те, кто в жизни видят, говорят, да, что-то губки как-то это подразмякли у нее. Стали сравнивать ее со Светланкой лободушкой. Но поклонники пишут, что всему виной истощение организма от того и вот эта вот аллергия на холод. Потому что она постоянно на репетициях, у нее бесконечные концерты, постоянно какие-то съемки. Произошло истощение организма. Плюс она сидит на диетах также. Утром у нее спортзал, потом репетиции, вот эти диеты. Более того, ребята, все чаще стали замечать у Полины Гагаревой нервный тик. Кто говорит, глаз вот так начинает у нее дергаться, то нос шевелится, вот в сторону Лазарева направляется. Нервный тик у Полины Гагариной, ребят, что творится там. А на одном из концертов вот пишут, вообще скрючила. Сначала вот это вот началось у нее, потом говорит, скрючила, в три погибели, не могла сейчас разогнуться. Полина Гагарина. Представляете, что творится, ребят? Ужас какой. Меня спрашивают, занимаешься ли ты сейчас журналистикой. Нет, конечно, у меня единственная сейчас работа, это YouTube, поэтому я всегда прошу, если у вас есть возможность меня поддержать, любой суммы, можете сделать это по ссылкам в описании. Либо отправить платное сообщение в чат, и я его обязательно прочитаю. Ну, а если у вас нет возможности такой материальной, то хотя бы поставьте лайк на удачу, мне тоже будет приятно. Опять же, говорят, вроде как полезно для продвижения роликов. Вот пишет Даша, что бывшему Бузовой, Тарасова, новая жена, плеж проела. Вот и пришлось наращивать. Ну, возможно, возможно. Пишет Оксана, Enjoy Every Moment про Гагарину. Проводила она у нас новогодний корпоратив в один из последних годов. Отвратительная оказалась ведущей, плохо пела, голос срывался, ноты не могла тянуть. Вообще, Полина Гагарина славится тем, что она довольно-таки голосистая певица, но, понимаете, началось у нее. Губья размокли, и нос подергивается. Вот так вот. Ну, жалко, жалко Полину Гагарину. Ну, Полина Гагарина не на ту сторону встала, да, вот у нее и дергается вот это происходит. Ну, я сочувствую. А будет хуже дальше. Дальше будет хуже, поэтому, Полин, давай, на светлую сторону вставай. Алекс, есть ли у вас восточные корни? Не знаю, сейчас, ребята, не угадаешь. Мне кажется, сейчас тут нет каких-то чистокровных, там русские, украинцы или кто. Все уже давно перемешались. Ольга С, большое спасибо за донат. Ольга пишет, отдыхая, слушая вас, спасибо и удачи. Спасибо большое, Ольга. Ребятушки, мои котятушки, если вы присоединились к эфиру не сразу, вы сможете потом в записи посмотреть и чат тоже обычно через 20-30 минут после начала эфира воскресает. Не всегда он сохраняется, но будем надеяться, что сохранится. После эфира вы также можете мне задонатить. Тогда ваши донаты я прочту уже в следующем эфире. Ну, видите, не только Гагарин у нас страдает, жена Петросяна Бурхунова, да, жалуется у него постоянно проблемы с какой-то температурой. Вот у меня, кстати, тоже частая температура, особенно когда я в Москве жил, у меня температура постоянно опускалась, было вот 35,3, низкая температура. Все время холодно, хотелось горячего попить, укрывался одеялами, постоянно температура падала. 35,3 было вот у меня вот минимум. Я засек где-то 35,1-35,3. И у Бурхуновой тоже она говорит, она побила мой рекорд, она говорит, у нее вот до 34,9 опускается. Но Бурхунова, да, у нас оказалась на самом деле не такой уж и обормоткой, потому что все думали, она будет на шее Петросяна сидеть. В итоге Бурхунова у нас и в театре начала играть, и трехлетний сын от Петросяна Ваганчик, она за ним следит сама, много времени проводит. На день влюбленных недавно она выложила пост, вся такая она там полуобнаженная в мемозках, вся такая обмемозенная вышла к нам. Ну вот тоже как-то отреагировали, стали писать ее подписчица, говорит, а что, говорит, Петросян только на мемозку хватает? Что это такое? Вся обмемозилась она, денег куры не клюют, он ей мемозку дарит. Совсем, говорит, из ума выжил на старости лет. Что за цветы такие? С вашими миллионами, ну мог бы розы подарить на день влюбленных? Нет, мемозка я засыпала, вот она обмемозенная вся сидит. Ну и что, тоже, говорит, Бурхунова, говорит, вот у тебя температура падает, уже, говорит, Петросян, говорит, высасывает из тебя соки, а в ответ мемозку дарит, ребят. Понимаете, вот такая вот мемозка. Сам миллионер мемозка ее это самое, погоняет мемозку. Такие вот дела, ребятушки. Давайте сразу сейчас зайду в эти донаты, посмотрю, есть ли у нас донатики. Сегодня у нас абсолютный рекорд 2 часа 6 минут. Мы уже находимся в эфире. Видите, как много тем я подготовил, сам не ожидал, что так долго будем обсуждать. Итак, Марк Фегин, спасибо за донат, ты мне пишешь. Бузова действительно не хочет иметь детей или не может. Могла бы родить Тарасову, раз он так хотел. Ты знаешь, не знаю, не буду утверждать ничего, не знаю об этом. Но сейчас же поговаривают, что Бузова ходит с животиком, якобы она забеременела. Не знаю, правда или нет, но говорят, что она и поправилась, и животик у нее раздается. Поэтому, кто знает, может быть, она уже и беременна. Будем наблюдать. Данилок, спасибо за донат. Ты у меня спрашиваешь, Корчевников гей. Да, гей, но это тот же случай, что и с Манучаровым. Тот же случай, абсолютно. Такое лицемерие жуткое. Ой-ой-ой, ребята. Татьяна М. Большое спасибо за донат. Татьяна пишет, Алекс, с тобой очень интересно, спасибо огромное. Удачи тебе, в любви. Вот в любви мне, да, реально нужно. Ну, хотя, вы знаете, сейчас уже, когда я уехал из Москвы, приоритет, конечно, в первую очередь как-то где-то закрепиться уже, да, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. А уже потом о любви. Ну, да, я надеюсь, когда буду в полной безопасности находиться, уже тогда будем любовь строить. Вот, значит, Татьяна спрашивает, какое твое мнение по поводу Богдана Титамира? Как может человек из божественного красавца превратиться в облезлого обормота? Я всегда задавался тем же вопросом. Татьяна, спасибо тебе огромное за донат, я еще не все прочитал донат, сейчас вернусь. Я, когда посмотрел на Богдана Титамира в молодости, слушайте, какой же он был секси вообще мальчик, потрясающе выглядел, очень классный. И сейчас, как бы он превратился, ужасно. Мне кажется, у него, во-первых, он вот это вот очень сильно дело любит, да, во-вторых, гнилая сущность человека начала пролазить. Она же вся гнилая сущность и сущность, она проявляется со временем на лице. Потом вот эти все пилюльки запрещенные, ну вот и результат. Опять же, мозга особого нету, Титамира. Я пытался смотреть какие-то там его интервью, это невозможно, невозможно. Я не знаю, как вообще с ним люди общаются в жизни. То есть, ощущение полностью, что у него мозг сдеградировал. Ну и вот внешность, соответственно. Был таким красивым, он стал таким прямо неприятный тип. То есть, не просто непривлекательный, а именно отталкивающим стал Богдан Титамирко. Вот. Ну, мне кажется, очень плохо кончит он. Очень плохо, к сожалению. Виталина. Спасибо большое за донат. Виталина. Очень признателен. Селезнева Ирина, я читал, да, твой донат. Алекс, привет, это я читал. От Люсьен, да, тоже прочитал. И Виталина, благодарочка за донат. Сейчас обновлю страницу, может, что-то еще было. Может, что-то было еще. Сейчас проверим. Нет, все, больше нет, ребят, донатов. Все, все я прочитал. Ребята, два часа мы сегодня с вами проговорили. Я вас благодарю за то, что вы были со мной все это время. Если позже присоединились, смотрите уже в записи. И надеюсь, что в ближайшие дни мы с вами встретимся. О, я только собрался уходить из эфира, и Сюзанна к нам присоединилась. Сюзанна, привет тебе огромный. Сюзанна, я сегодня побил рекорд. Два часа я сидел в эфире, мы очень многих звезд обсудили. Спасибо тебе огромное за донат. Я уже собрался как раз выходить из эфира, и ты появилась. Поэтому смотри, уже эфир в записи. И, ребята, сейчас я по возможности стараюсь делать коды. Но для того, чтобы сделать коды, чтобы вы могли пролистнуть какую-то тему, да, которая вам больше интересна или меньше, или сразу найти, чтобы еще раз пересмотреть эту тему, которую хотите пересмотреть, мне нужно время. То есть мне приходится весь эфир смотреть и ставить эти коды. Поэтому тоже на это надо время. Такие вот дела. Все, ребята, спасибо вам огромное. Я вам очень благодарен, что вы провели это время в компании со мной, поставили лайки, писали свои вопросы. Пишите, значит, уже в сохраненном вот этом эфире свои комментарии под видео. самые прикольные комментарии по темам ролика, ролика этого сегодняшнего эфира, я зачитаю в следующем стриме. Ну, а на сегодня это все, ребята. Я вас обнимаю крепко. Берегите меня и друг друга. И до встречи в новых видео на канале. Субтитры сделал DimaTorzok